Уважаемые гости, добрый вечер. Представляю Василию Михайловичу Пьензаку, родителя итальянской брагёры-гумандаши, субтитры некоторых проектов Аркадия Викторовича Киполитова. Желаю. Спасибо большое, Дина. Спасибо большое всем вам, что вы в этот замечательный весенний день сюда выбрались. И на сегодняшнюю встречу, которая будет посвящена Аркадию Ипполитову, недавно от нас ушедшему искусствоведу, значение которого в общем при жизни всем было достаточно понятно. Но вот сейчас, когда жизнь его земная кончилась, как-то сразу начинает осмысляться, его жизнь как явление, как важная веха в культурной жизни Петербурга. И разные его стороны высвечиваются. Вот сейчас буквально на днях, вы услышали, в Кей-Гэллори на Фонтанке открылась мемориальная выставка, приороченная к дню рождения Аркадия Викторовича 66-летию, где выставлены произведения художников, про которых он писал, выставки которых он кулировал, и из Дантом с, собственно, этими текстами, некоторые из которых происходят совершенно ставших раритетными каталожками, которые там еще по Динайди, а теперь и несколько текстов в конце, таких мемориальных воспоминаний или попытки осмысления его жизни. И это вот одна часть его деятельности, достаточно многогранной, но более всего, конечно, сейчас Аркадий известен как, я бы сказал, как писатель, как даже литератор, автор текстов, если так обтекаемо формулировать. И вместе с тем, вот всегда при разговоре о Аркадии возникает слово «куратор», но у меня такой вопрос к аудитории, раз у нас все-таки семинары, не лекции. Вот особенно, может быть, к молодой части. А вы были на каких-нибудь выставках Аркадии? Ну, хорошо, а слышали ли вы в каких-нибудь... Потому что быть не всегда это получается, понятно, там в другом городе и так далее. А были ли вы в каких-то... Но, тем не менее, вот слово «куратор», оно как-то с ним ассоциируется, не правда ли? Это как-то вроде... Хотя более всего он, конечно, известен книгами, особенно в этой серии «Образы Италии», «21» замечательный. И действительно, вот когда я готовился к этой лекции, к этой встрече, я пытался собрать какой-то материал, и я понял, насколько вот эта часть деятельности, насколько она хрупка, насколько она мимолетна. Вот, казалось бы, была выставка замечательная в фонтанном доме, посвященная поэме Визгероя Ахматовой. Я прекрасно помню, как я был на ее открытии. И я вот попытался найти что-нибудь про эту выставку. В интернете я не нашел ни одной фотографии. Потому что эта выставка, я сейчас уже не помню, но 2000-х годов, там, может быть, 2009-й или 2012-й. Ну, то есть недавно это было. Это уже была компьютерная эра, цифровая фотография. Все было. Но вот и это центральный большой, важный музей, в общем, тантамный дом. И это судьба очень многих выставок, что они вот проходят, не оставляя за собой зачастую зачастую, ничего или почти ничего. У той выставки я даже не верю, что был каталог. То есть, может быть, от нее у меня осталось действительно ничего, кроме вот каких-то живых воспоминаний. Ну, может быть, в фонтанном доме все-таки что-то есть. Я надеюсь, что у них есть какой-то внутренний хиф. Я уже так далеко не пошел. Но, в общем, действительно, это такая мимолетная вещь, но при этом важная. Потому что, в общем, ну, как правило же, мы встречаемся с искусством на выставках. Более того, вот эта культура выставок, если так можно сказать, вообще в последнее время развивается довольно активно. И выставка, ее значение все повышается. Появляются выставки-блокбастеры. Ну, вот феномен этой пресловутой очереди Носерова, да, и все с этим связано. И, ну, это может восприниматься как само собой разумеющееся, но это далеко не всегда было так. И, ну, то значение, то восприятие выставки, которое есть сейчас, оно тоже не всегда было таким. Не только в России, в общем, везде. И вот в том выставочном буме, выставочном повороте, не знаю, назовите как угодно, который мы наблюдаем сейчас, ну, может быть, особенно в Москве, это очевидно, Аркадий сыграл очень важную роль, как вот мне сейчас каждый, ну, в общем, всегда казалось, но и сейчас как-то особенно. в России он, вот, был один из ключевых людей в этой области. Тем важнее об этом вспомнить и над этим поразмышлять сегодня. Я, да, заранее попрошу прощения за сумбур, потому что я над темой думал, но как-то она мне вот не вполне дается, не вполне раскладывается, поэтому, может быть, я буду где-то делать какие-то отступления, не такие изящные, как в секциях Аркадия, когда, значит, они все-таки потом возвращаются и достигают цели, у меня, может быть, они будут просто отступлениями, которые будут везти никуда, за некую мозаичность заранее, прошу прощения. Ну, я вот не случайно, да, поставил замечательный портрет, который сам подчеркнул из вот этой книжки, вышедшей только что к выставке в Кей-Геллери, которую раньше не видел, портрет Молдова Аркадия в Флоренции, такой очень, действительно, полный некой молодости и обаяния этой молодости. И мне кажется, что разговор следует начать не прямо с выставок, а с некой предыстории. Аркадий родился в 1958 году, в эпоху Хрущева, Хрущевская оттепель, то, что называется, и в 1978 году, то есть в такую зрелую брежневскую эпоху, 20 стало быть лет, попал в Эрмитаж, причем в библиотеку Эрмитажа, что достаточно важно. И в отдел западноевропейского изобразительного искусства он попал только в 1987 году, уже на излете Советского Союза. Не знаю, что надо с ним сделать, наверное, да? Может быть, я что-то нажал? Ну, я достаточно громко, мне кажется, я могу говорить, да. В 1987 году попал в отдел западноевропейского искусства, ну и вскоре стал хранителем итальянской гравюры, да? То есть выставочную деятельность, а выставочную деятельность, в общем, по большому счету, он начал только с конца 90-х годов, если речь про большие выставки в Эрмитаже. Там, ну, были другие более выставки современных художников, да, и такие какие-то, о которых, опять же, не осталось практически ни следа, поэтому мне трудно о них судить. Но такие осязаемые выставки вот только с конца, с самого конца 90-х годов, то есть, можно сказать, с 2000-х годов. То есть это уже совсем практически недавно. Но вот эти эпохи, да, вот эти вехи, которые я очертил, они же, ну, очень важные вехи в истории нашей страны. Это вот слом, да, эпоха на сломе между Советским Союзом и Новой Россией, когда многое менялось во всех сферах и в искусстве, разумеется, тоже, и в музее тоже. И вот какие же выставки были, как вообще делались выставки вот нормально всегда в Советском Союзе, как вообще было устроено? Во-первых, ну, никаких частных галерей не существует, да, вот существуют музеи. А в музеях как? Вот есть, значит, хранение. Оно поделено на отделы. Вот Эрмитаж, например, да, он большой музей, у него эта иерархия несколько более громоздкая, чем в других местах, ну, вот есть Эрмитаж. В нем есть там отдел Востока, отдел археологии, отдел истории русской культуры, отдел античности, что-нибудь я еще наверняка забыл, и вот есть отдел запад-европейского изобразительного искусства. В этом отделе запад-европейского искусства есть сектор старой живописи, сектор новой живописи, отделение рисунков, раньше был еще сектор прикладного искусства, и вот отделение гравюр. В отделении гравюр есть хранитель итальянской гравюры, французской гравюры, английской гравюры, хранитель портретов гравированных, и там хранитель исторических событий гравированных, и, значит, еще какое-то количество людей. И принято было, что вот если ты хранишь там, я не знаю, французское искусство 18 века, то ты его изучаешь, и потом иногда делаешь выставки французского искусства 18 века. Ну, может быть, какого-то художника французского 18 века, отдельного монографического выставка, и тогда, может быть, ты можешь привлечь на нее еще рисунки этого же художника из другого сектора, и, может быть, даже гравюры по его, значит, его же или по его оригиналам и на секторе гравида. Ну, то есть, все это вот так упорядочено, атомизировано, разделено. И, ну, понятно. И выставка, что такое выставка, да, для музея, вот в традиционном понимании. Это, на самом деле, род отчетной работы был. Вот ты изучаешь твой фонд, да, ты действительно там переатрибутируешь вещи. Вот это был неизвестный художник, а теперь ты установил, что это там Вандер Кубкин третий. Замечательно. А ты там уточняешь датировку, ты понимаешь, для какого проекта это сделано, в общем, действительно ведешь некую научную работу. Ну, и как результат этой научной работы вот ты делаешь выставку, на которой показываешь там часть какую-то, которую ты изучил. Вот ты изучил там искусство, там, 16 века в твоем хранении, вот ты делаешь там искусство, там, итальянские гравюры 16 века в собрании Эрмитажа, да, вот такие выставки. И, в общем, вот только такие выставки фактически и были на протяжении очень долгого времени. В общем, не только в России, на самом деле. А, надо сказать, то есть это вполне... И в этом нет ничего, в общем, плохого. То есть это вполне нормальный подход. И у него даже есть своего рода преимущество, преимущество, что там сопровождающие материалы к этой выставке, они могут быть более глубоки в том смысле, что, ну, хранитель всегда подготовился, изучил вот этот материал и может много о нем так или иначе рассказать. Но все-таки у такой системы есть, ну, вот определенная ограниченность. И вот границы – это действительно вот то, что очень сильно определяло, на мой взгляд, опять же, субъективный, может быть, совершенно неверный, музейная деятельность более раннего времени. И межмузейное сотрудничество было не такое активное, как сейчас. И там, ну, заграничные выставки, если были, то, как правило, это были выставки шедевров. Что вот мы привозим вам шедевры из такого-то музея. И там, значит, набор, ну, каких-то вещей, которые были результатом музейного торга. Да, что вот нам очень хочется вот это, это, это. А нам говорят, нет, вот это, это, это мы не дадим. Ну, вот это, ладно, дадим. А вместо этого вот вы давайте тогда. А тогда у нас будет обменная выставка. И вы нам свои шедевры вот такие-то. Ну, и вот, значит, как-то договариваются и обмениваются вот такими выставками шедевров, у которых нет никакого, ну, как бы, особенного смысла. Смысл вот в том, что ты можешь посмотреть эти вещи. Да, не отправляясь в другую страну, что при железном занавесе было проблематично. И это по всему миру, в общем, так было. Потом, ну, на Западе раньше, чем у нас, с развитием, в общем, какой-то степени логистических возможностей, там, экономическом росте. Ну, стали появляться выставки сборная, да. Ну, монографические более-менее, ну, тоже не могу сказать, что были всегда, но бывали, да. То есть вот выставка там Тициана, куда свозит Тициан? Ну, тоже она бывает там раз в 50 лет к юбилею Тициана, как правило. И потом в какой-то момент стали появляться выставки, ну, вот то, что называется, концептуальные. Когда смысл показа, вот, не в том, что эти вещи никогда не показывались в этом городе или давно не показывались в этом городе, а в том, что они иллюстрируют некую идею. И вот есть человек, который называется, куратор, который эту идею иллюстрирует вот с помощью тех или иных предметов, которые, может быть, даже всегда висят в постоянной экспозиции. Да, то есть, может быть, вы их можете посмотреть в целом. То есть это не является событием появления этих вещей, а событием является аранжировка этих вещей. Но у нас вот подобного рода выставки в общем, ну, опять же, я не историк музейного дела, отнюдь и могу не ошибаться, но так по моему внутреннему ощущению, в советское время в общем отсутствовали. Наверное, наверняка были исключения, значит, и они, ну, опять же, советское время, это я, наверное, имею в виду скорее там до 70-х годов, 80-е, там уже были разные новшества, но, в общем, по большому счету, скорее, ну, уж точно были исключения. И это не было результатом какого-то запрета, сверху спущенного. Это было результатом вот так организованной системы жизни. А музеи, как известно, вообще организации очень инертные, и в этом их в каком-то смысле смысл. Они же созданы для первой задачи музея – сохранять. Вот эта идея сохранения, она пронизывает их насквозь, и они и сами себя сохраняют очень хорошо. То есть это такие вот консервы, очень хорошо запаянные. И инерция вот подобного, таким образом, организованной жизни, она очень большая, и она, в общем, существует и сегодня. И при всем том вот музейном буме и выставочном буме, и как бы попытке другого отношения к выставкам, все равно, ну, количественно уж точно, основное количество выставок делается вот таким образом. И она всегда, как правило, делается внутренними людьми. То есть вот сейчас появились вот эти самые кураторы, которые могут прийти в музей из вообще ниоткуда и сделать вот выставку, там договориться с руководством, что вот они делают выставку из предметов этого музея, а может быть даже вообще из предметов других музеев, которые будут связаны в этот музей по случаю этой выставки. Чего, в общем, раньше представить себе было совершенно невозможно. И сейчас это тоже исключение. И это касается в основном, опять же, я бы сказал, Москвы, ну и немножко Петербурга. И, ну, извините, если я говорю какие-то всем очевидные вещи, мне казалось важным эту преамбулу озвучить. Аркадий, он, как я сказал, попал в музей через библиотеку. Да, вот он, получается, сколько, 9 лет работал в библиотеке «Эрмитажа». Библиотека, ну, немножко другое, чем музейный фонд. Ну, и там, в общем, много книжек. Значит, и, ну, у тебя есть какие-то обязанности, да, но, в общем, у тебя есть и какое-то время для вот, чтобы эти книжки, условно говоря, читать, да, ты как бы среди них живёшь. Живёшь вот в пространстве книг. Не в пространстве, а именно словом, в пространстве идей. Да, то есть не в пространстве, вот, поделённом на вот эти, значит, хранения, да, и где очень много завязано на физическое свойство вот там той картины или гравюры, папки, которые надо куда-то принести, унести, отреставрировать, да, подобрать к ней раму, да, и где, ну, у тебя всё крутится вот вокруг, ну, произведение искусства как физических объектов, на самом деле. А у тебя, а ты живёшь в пространстве идей. И вот книжек, которые вот на этой полке одна, на той другая, этим, ну, прямо, скажем, не все всегда пользуются, но вот Аркадий пользовался, и он вот действительно напитался всеми этими идеями и всеми этими подходами к выставочной деятельности, в том числе, которые Эрмитажная библиотека предоставляла, поскольку Эрмитажная библиотека получала книжки, в общем, вполне исправно, всё советское время, это специализированная библиотека по искусству, книгообмен с музеями был налажен по всему миру, и действительно это было то место, где можно, не выезжая из Советского Союза, вот, может быть, даже и лучше, чем многие люди на Западе, как-то эту культуру выставочную новую получить. И из библиотеки Аркадий в 87-м году попадает в отдел Запада и в отделение гравюр. И это тоже, мне кажется, очень важно и как-то повлияло на его траекторию, хотя, конечно, в первую очередь на её повлияло его собственные личные данные, которые, в общем, сформированы, я уж не знаю, о чём генетикой, родителями и какой-то его внутренней духовной жизнью, но и эти внешние факторы тоже влияли. И отделение гравюр, оно, как бы, немножко иначе организовано, опять же, чем, допустим, хранение живописи, в первую очередь потому, что оно менее престижное. Вот живопись – это же самое главное. У меня Рембрандт, а у тебя там Ван Гог, а у него Пусе. Да, и вы такие важные люди сразу становитесь, потому что вы храните, то есть как бы, ну, и храните, но все как-то думают, что владеете, в общем, в некотором роде вот этими вещами, распоряжаетесь, во всяком случае. И, ну, кроме того, вот вы этим владеете, распоряжаетесь, и вот эти ваши предметы, их хотят, да, вот их хотят на выставке в другие музеи. И вы можете, а в советское время, это же очень важно, когда запрашивают в музей картину, ее можно отправить там куда-нибудь в Венецию, и вы можете поехать в Венецию, сопровождая эту картину. И это вот было все. Как бы это был центр, вокруг которого, значит, музейная жизнь была организована. И то, за что там дрались, я не знаю, как угодно. Ну, в общем, что было предметом вожделения. По понятным, вполне нормальным причинам, как бы, но не то, чтобы это была совсем здоровая при этом ситуация. А гравюры, они никому не нужны. Потому что это печатная графика, тиражная, которая есть вот в этом музее, в этом, в пятом, десятом и одиннадцатом. И, ну, бывали случаи, когда ароматная гравюра ездила за границу, но, в общем, их там можно пересчитать. И в этом смысле это, как бы, тебе хуже, но и нет вот этой, значит, драки и вот этого «твое-мое». Ну, и, во всяком случае, его меньше. Да, что вот, значит, не лезь в «моё хранение», там, значит, а что ты вот, такой карикатурный случай даже был, а что это, когда остановили, не остановили, а, значит, один хранитель идёт по залам и смотрит, что стоит другой и спрашивает у него, а что это вы смотрите на мою картину? Да, ну, то есть это вот уже могло доходить до таких каких-то совершенно карикатурных случаев, ну, потому что это вот в некотором роде было действительно и остаётся, на самом деле, до сих пор вот таким феодальным устройством. А гравюра, поскольку она не так востребована, то это свободнее. И, кроме того, в принципе, хранение организовано таким образом, что вот границ там меньше, что если ты… И специализаций меньше, то есть вот невозможно заниматься там Италией XVIII века. Ты всё равно будешь заниматься Италией XVI века, XIX, XX, какие-то французские вещи у тебя будут случайно в хранении, там, английские, какие угодно. И, в общем, ты не сможешь вот так отбояриться, отсидеться за какой-то ширмой. Так или иначе, так вот, во всяком случае, в РМТА же это устроено, что, и я уверен, вот в РНБ абсолютно то же самое, я уверен в этом. Значит, всё равно ты как-то, так или иначе, во всё погружаешься. Более того, это всё хранится в одном месте. Значит, и, в общем, ну, раньше, может быть, чуть менее, а потом чуть более доступно всем. И вот это Денингар-Вёр, оно было всё время таким местом, ну, вот исторически как-то так сложилось, ну, не ссылки неугодных, но вот как бы такой резервуар для таких опасных интеллектуалов, условно говоря, которых, ну, вот как-то не хочется пускать вот в этот огород, значит, живописный, ну, вот куда-то такая маргинальная вот в этой империи, вот это у моря, да, находится такая место, ну, это всё очень грубо говорить, если место ссылки, но вот действительно как-то получалось, что так и тем или иным способом, может быть, совершенно случайно, а может быть, в силу каких-то вот этих вещей, о которых я говорю, вот, ну, да, тут можно меня заподозрить в некой листье, поскольку я сам там сработаю, но я говорю в прошедшем времени, значит, что это было местом вот концентрации, ну, в некотором родине интеллектуальной элиты вот в Эрмитаже, то есть может быть, в том числе и по причинам неблагонадёжности, да, поскольку ты не выезжаешь, то и ладно, как бы, и сиди там, перебирай листики эти черно-белые, вреда ты не наделаешь, может быть, и такой какой-то был, такая логика. Но это я всё к чему? Это я всё к тому, что вот именно в этой среде Аркадий смог, ну, как бы, сформироваться и раскрыться, вот именно как человек, который, ну, как бы, преодолевает границы. И вот это его важнейшее свойство, то, что он умел преодолевать границы, смотреть вот на мир искусства, мир культуры, мир идей, да, вот опять же, вспоминаем о библиотеке, поверх границ. И не только вот этих границ музейных, но и куда более значительных границ, например, тех, что отделяют современное искусство от классического, да. Ну, потому что, действительно, вот этот разлом, который всем известен, который произошёл там в начале, наверное, примерно 20 века, он был существенен и действительно поделил вот историю искусства, как бы, на две части. И чем больше проходит времени, тем это разделение, ну, как бы, очевиднее. Что вот есть люди, которые занимаются старым искусством, есть люди, которые занимаются современным искусством. И, как правило, они не пересекаются. Как правило, это разные люди. И даже на уровне, да, даже на уровне того, как организовано в музеях. Что вот был Лувр, он, как бы, выплюнул из себя Арсе. Был, значит, Тейт, потом организовался Тейт Моден. Был Эрмитаж, он отделил из себя главный штаб. Да, вот был уже третий этаж, как бы, и ты проходил всю историю искусства, и она заканчивалась, вот, значит, Матисом у тебя. Сейчас нет, это отдельное здание с отдельным билетом, вообще говоря. И надо перейти площадь, и не все Эрмитажники даже переходят эту площадь, да, часто так уж. И это действительно отдельное здание. ГМИ, то же самое, вот это галерея новых мастеров, отдельное здание теперь. И, значит, ну, и, соответственно, в главном штабе, это же и место и для выставок современного искусства в основном. И вот это разделение, оно очень существенно, и, ну, и его Аркадий мог преодолевать. И на этом, вот, собственно, на попытке преодоления вот этих разделений и вообще всяческих границ, и на попытку, на попытке смотреть на историю искусства как нечто, при этом цельное, как нечто, относящееся к, вот, до области идей, истории идей, которые, а идея, это такая вещь, которая, ну, в общем, преодолевает любые границы, да, и она может видоизменяться, может превращаться в совершенно по себе противоположность, но, в общем, ну, вот, в философии, насколько я понимаю, нет уж такого разделения на современную философию и классическую. Все равно у тебя, как бы, от Аристотеля все равно все будет, да, даже если ты размышляешь о чем-то остро-современном, да, то есть все равно это некая достаточно сквозная вещь. И, извините, вот я уже чувствую, что я закапываюсь и перепрыгиваю, но сейчас мы перейдем к слайдам и все, все станет достаточно. Значит, вот это преодоление границы было главным, некоторым, вроде, смыслом его деятельности, ну, и главным тем, что его отличало от многих других кураторов. Собственно, вот слово куратор, которое тоже хотелось остановиться, которое сейчас такое модное, распространенное, и вот называться куратором, это как-то лучше, чем называться хранителем, да, ну, хранитель, это на складе, да, вот, какой-то человек такой непонятный. Ну, хорошо, это можно называться ученым, это еще более-менее звучит, но куратор все равно звучит громче. Но слово куратор у нас ассоциируется с, опять же, с современным искусством. Ну, вот, не правда ли? И когда вот вы покупаете там какую-нибудь книжку про кураторство, там будет все только про современное искусство. я не знаю, в девяти, в девяносто девяти стасучит. Более того, вот в свое время Марина Лошак, интересный персонаж вот в этом нашем сегодняшнем разговоре, директор музея имени Пушкина, но пришедший туда из современного, из области, из галерейного бизнеса, где она занималась все современным искусством, вот она сказала, что, как-то эту фразу где-то я уловил, а что у нас вообще кураторов, занимающихся старым искусством, кроме Аркадия Иполитова, и нету. И эта фраза, ну, как бы, интересная, такая на дне стоит подумать, потому что действительно вот слово куратор по отношению к тем, кто делает выставки про старое искусство, оно часто как-то не... ну, то есть оно используется, да, в силу просто своей распространенности, но как-то не очень клеится, ну, потому что и выставки эти сделаны вот таким образом, как я рассказал в самом начале, да, что вот там, как бы, условно говоря, по хронологии, значит, по жанрам, значит, ну, и чтобы стеночки красиво смотрелись, там симметрично еще можно вешать, да, вот, и поэтому вроде как это не кураторская работа. А Аркадий вот как бы мог преодолевать эти границы и делать выставки иначе. Давайте уже, да, перейдем к слайдам, может быть, какие-то обобщения еще выйду в конце. Ну, вот, собственно, выставка, которая не первая, можно следующий ставить, пожалуйста, но которая, которой я хотел бы начать, которая, вот, каталог есть, ну, которая очень наглядна и так даже нарочится в некотором роде иллюстрируя вот этот его подход. Это выставка Роберт Мэпплторп и классическая традиция, которая была организована в нескольких местах и, кажется, она сначала была в Америке и делалась в соавторстве с западным довольно известным уже куратором и вот это, собственно, из, кадр из Лос-Анджелесской выставки и потом она была проведена в Эрмитаже но для Эрмитажа она, мне кажется, была большим событием именно как вот такого рода выставка нового типа, в которой сталкивались две вещи. Это работы современного фотографа, ну, уже, в общем, ставшего вполне классическим к тому времени, но, в общем, современного фотографа Мэпплторпа, вот можно следующий слайд, пожалуйста, и гравюры из, в основном гравюры, там немножко скульптуры было, из собрания Эрмитажа, гравюры, а гравюры 16 века, конца Голдсууса и его круга, то есть такого вот голландского манеризма, которые были вот так сопоставлены резко и как бы нарочито. И вот, собственно, вот эта пара, она, я, честно говоря, вот уже тоже не помню, как она была на выставке, но в каталоге, который, как всегда, у Аркадия очень не случайно выстроен, и последовательность там не случайная, вот именно эта пара является первой, да, то есть каталог один и каталог два. И понятно, почему она, именно она выбрана, потому что ну как бы сходство и различия тут наиболее в лоб представлены, что похожая поза, узнаваемый персонаж, да, что важно, что Шварценеггер на правом снимке, и персонаж такой, ну как бы из поп-культуры, что называется, и как бы вот любому с одной стороны понятно, что здесь как бы подразумевается, что есть что-то общее, да, ну а дальше вот вопрос и задача куратора объяснить, что же здесь общего и почему это сопоставлено, ну опять же там простые вещи, черно-белость, да, которая тоже облегчает это сравнение, что и то и другое графика, фотография, в общем, тоже графика, тоже на бумаге, но дальше вот начинается размышление, а что здесь общего, вот помимо вот этих простых вещей, да, ну общего вот некая, ну можно сказать, культура тела в каком-то смысле, да, ну Шварценеггер известный бодибилдер, да, и слева ты смотришь на этого Аполлона и замечаешь, что он, в общем, тоже бодибилдер, да, что у него такая вот мускулатура очень, что называется, развитая и подчеркнутая художником, да, и это, кажется, интересно, и вот это, ну и вообще внимание к телесности, которая, если че видно, в обложке, да, из оборотной обложки, собственно, фара, понимаете, ну и здесь тоже, тоже очевидно, да, некая чувственность, ну и дальше вот, и в каком-то мере, в каком-то мере, вот эта принадлежность к поп-культуре и смешение высокого и низкого, да, в каком-то смысле тоже, вот об этом начинаешь задумываться, а не было ли его в манеризме, ну вот можно какой-нибудь следующий слайд, и тоже, да, будет достаточно понятная пара, как-то, которая связывается у тебя в некую пару сразу же для самого неподготовленного зрителя, кажется, что есть что-то общее, и вот ты замечаешь и вот эту, ну как бы, аффектацию, ну вот, да, манерность, вот этот танец, в который превращается в данном случае сцена похищения Сабинянки, да, ну то есть сцена насилия, да, которая привлечена вот в такой своего рода изящный танец, и тоже вот с этой подчеркнутой чувственностью, телесностью, и определенной культурой тела и телесности, и ты думаешь, ну хорошо, это вот потому, что этот художник как бы смотрел вот эти гравюры и делал какие-то вот оммаш им, но вроде как бы нет, вроде как на самом деле никакой прямой сведения, сюжеты разные, ну то есть у права и собственников сюжета нету, и вполне может быть он их и не знал эти вещи, да, он из другой культуры, из другой страны, да, и это разделено веками, и вещи голосуются не так, чтобы уж всем уж настолько известны, значит, может быть, это какое-то внутреннее сходство, например, эпох, да, и вот маньеризм и постмодернизм, да, к которому вроде как Бултурпа относят, да, это культуры такие игровые, да, что вот есть там в культуре такие, значит, столбовые времена, как там Ренессанс, барокко, да, вот времена большого стиля, утверждающего и провозглашающего некую истину, так ясно и агрессивно даже в какой-то смысле, а есть времена размывания вот этой истины, есть, может быть, сомнения, поиска, декаданса, да, если угодно, когда истина, вот какая-то и какая-то идея не сияет столь ярко, когда вот когда некая игра, некие полтона, некое любование красотой, например, как бы внешней, важнее, чем вот выходит на первый план, да, и вот некое там искусство ради искусства, и чувственность, которая, опять же, затмевает собой какие-то более такие масштабные вещи, что-либо выходит на первый план, да, и чувственность, и человечность тем самым, и вот начинаешь, ну да, это вот мое как бы размышление, на самом деле, на тему вот сопоставления этих двух картинок, оно может быть, в общем, совершенно пойти в другую сторону, но смысл вот именно в том, чтобы пробудить эту мысль, и эти картинки, они же как бы комментируют друг друга, ты не только как бы о Мапплторпе думаешь, ну как бы лучше, когда находишь нечто общее с ним в как бы классической вещи, да, вот этот прием, это самый банальный прием подобного рода сопоставлений, которые, ну, к сегодняшнему дню-то уж совершенно стали общим местом, вот взять современного художника, запихать его в классический музей, и он-то всегда будет лучше смотреться, как бы немножко беря вот из его, там, не знаю, символического капитала, из его вот сформировавшегося какого-то такой культурной силы, вот что-то себе, значит, тоже вытягивающий, но здесь вот как бы есть и обратное, что ты, и даже может быть, вот это сопоставление важнее для нашего восприятия старых вещей, чем для новых, потому что именно старые вещи скорее затерты вот их восприятие, там, история искусства, вот тем, что мы о них как бы все уже знаем, как бы все о них уже сформулировано, учебник про них написан, да, и, ну, и то, что они старые, тоже сразу уводит их в разряд, ну, вот того, что называется классикой, и это как раз тоже понятие, над которым Аркадий всю жизнь как-то так медитировал, которое на самом деле же очень, ну, вот в том, как оно используется, очень многограммное, да, то есть классика это и нечто образцовое, да, а раз оно образцовое, значит, значит, мы сразу сталкиваемся в то, что это вот классическая традиция, да, что это вот то искусство, которое эту образцовость как бы ставило в каком-то смысле своей целью, что вот это там Рафаэль, Пуссен, да, вот эта линия там Энгар, скажем, и вместе да, и вот это в нашем понимании классики ну, как бы центральное, вместе с тем в классику у нас попадают и какие-нибудь там Караваджо, там даже пусть будет Микеланджело, Гойя, тоже классика, просто потому, что он старый, да, но он не классическая традиция при этом совсем, но это все слепляется в один вот такой ком и Гольцуз туда же значит и как бы мы уже не видим этой разницы ну, кроме того, что классический вот если вы там придете в кафе и скажете классический кофе это кофе без добавок это самый простой да, самый вот никакой значит слово классический же в этом смысле тоже используется ну, потому что вот этот ком музейный да, вот слепленный из всех из всего того что сдано в архив но он становится никаким действительно в конечном итоге вот таким как бы просто а Мапплторб это вроде как вот уже с корицей да, уже с перцем даже я бы сказал значит но это именно вот такое восприятие оно происходит от того, что вот все это соединено и люди соединено а с другой стороны разделено на какие-то мелкие кусочки и осознать это ну довольно сложно и вот собственно роль куратора может заключаться в том чтобы показывать вот эти с помощью вот таких сопоставлений вот эти различия и что и переклички вот в том числе эпох да действительно там постмодернизм дальше там вот то что называется докадансом да начало 20 века ракоко ну и вот маньеризм это действительно вот такие эпохи игры искусства ради искусства культа красоты и так далее ну вот можно дальше пойти и вот надо сказать что в это ну что Эмпелторп уже вообще известен как такой провокационный фотограф который открыто использовал значит там и гомосексуальные значит мотивы и насилие там вот садамаза и так далее и как бы такой вот возмучитель спокойствия там масса скандалов была на эту тему в этой выставке при этом этого довольно мало подобного рода фотографий то есть скорее вот его вот такая полоническая что называется часть выбрана ну и вот какие-то эти дионисийские дикие вещи тоже и но сопоставление вот с Каином и Авелем да где Каин убивает Авеля и вот этот ракурс и тоже значит какая-то не случайная совершенно вот внимание там гениталиям и так далее она вот здесь уже она скорее комментирует ну тоже они друг друга комментируют значит Моплторповская что вот этот культ тела и культ красоты он в общем и культ чувственности он в общем связан и с ну вот насилием и с ну вот болью как одной важной в палитре вот этих чувств чувственных чувств да значит ощущений вот именно телесных и что не случайно там Маркиз де Сад он вот в ракальную эпоху как бы возник потому что это тоже часть внимания к чувственности и так далее и ну вот это опять же мое сейчас размышление да может быть Аркадий бы сказал что это ну как бы полная чушь или хотя бы очень примитивно да но тем не менее вот это сопоставление опять же для нас выводит вот эту картинку правую из просто из раздела скандал да вот как бы если просто повесить ну это просто вот такая скандальная как бы там картинка ну которая как бы вот борьба там меньшинств за их там значит права а тут ты понимаешь что это нечто большее да что это тоже часть вот этой большой развития культуры вот этого маятника культуры который все время слева направо да вот барокко рокарко классицизм там качается и что это не просто там биографическая подробность из жизни Мэпплторпа да а она ну как бы симптоматична она как бы не случайна она имеет отношение к тому как вообще функционирует культура и что сказав а значит в общем говоришь б и что вот какие-то вещи они взаимосвязаны и вот эти мотивы тут не случайны можно дальше ну да и вот со скульптурой тоже было вполне вполне опять же вот ту же тему развивающей и вот подобного и это вот такой ну базовый вот такая выставка которая даже начиналась вот с такого текста который вот первые слова мы привыкли воспринимать историю искусства как некое поступательное движение как эволюционный процесс начавшийся сотворение Адама значит тра-та-та-та-та-та мы трактуем историю искусства как историю стилей значит на первый взгляд все равно выступает история значит но вот бывают необъяснимые параллели странное родство скульптур там Римского собора и произведения греческой классики и что значит вот это некие вот некое внутреннее свойство которое не определяется влиянием да что вот там Гольцус появлял Ампанторпа а неким внутренним родством вот явлений и это прям вот такой манифест своего рода и выставка в общем как такой некий манифест мне кажется и делалось в общем чтобы заявить о вот таком подходе в России не то чтобы он опять же был совершенно новое опять же тот же Аркадий в 92-м году сделал выставку ну тоже от которой вот остались какие-то совершенно рожки да ножки которую я не видел и не имею представления которая называлась барокко конца века круг Рубенса круг Гренуэя где были выставлены современные художники вместе вот с художниками Круга Рубенса ну опять же с гравюрами и Гренуэй был там вот главный такой связующий нитью да знаменитый режиссер вот такой классик опять же приходится использовать это слово постмодернизма ну который собственно все его кинематографическое творчество основано на переработке вот этих старых культурных явлений вот нечто ультрасовременное но вот эта выставка в общем-то на мой взгляд вот была такой даже несколько нарочитой вот именно в том чтобы вот такой подход как бы утвердить и его внедрить но он проходит на самом деле Аркадия красной нитью и через все его дальнейшее кураторскую работу и вот можно следующий слайд эта выставка уже совершенно другого времени и других обстоятельств это выставка в Ватикане которая называется русский путь которая делалась как часть такого двойного проекта что была выставка Рома Этерна в Третьяковской галерее когда из Ватикана привезли шедевры вот это же тот же самый формат на самом деле который был всегда привезли шедевры показать а в Ватикан привезли из Третьяковской галерее шедевры русской живописи чтобы предъявить ее Риму римской публики и значит это ну вот чтобы понять как бы как эта выставка была организована потому что выставки особенно вот такие большие и дорогие да у них на самом деле много вводных данных как правило каких-то да чтобы задача была показать русскую живопись в Риме а да как бы западной публике но при этом не просто время а в Ватикане это обмен не с римскими музеями с музеями Ватикана и главное то есть соответственно это показать не Риму а как бы папе римскому в некотором роде да в контексте ну Ватикана да и Ватиканского собрания у них же там ватиканские музеи и в которых есть и современное искусство но это именно как бы религиозное искусство то есть это диалог не только Москва Рим но и вот Москва-Ватикан в смысле что вот православие и католицизм ну как бы русская культура и католицизм может быть так правильнее и поэтому ну как бы религиозная тема напрашивалась как центральная да а вместе с тем надо и показать русскую культуру во все ее сложности русскую живопись да в первую очередь и ну опять же был избран вот прием столкновения столкновения двух как бы главных половин русского искусства то есть иконописи да средневекового искусства и искусство нового времени 19-20 век в основном то есть передвижники и авангард если так совсем огрубительные причем в основном передвижники и здесь вот выставка была выставлена не по хронологии как бы от икон до авангарда как все бы сделали а как бы вперемешку то есть иконы комментировали живопись и эти комментарии были разные вот ну вот например от таких совсем как бы для нас может быть и для всех очевидных как вот картина значит всюду жизнь да знаменитая такая христианатийная где вот арестантский вагон и там значит ребенок из решетки кормит голубей и его мать его держит и это группа которая похожа на святое семейство да иконографически и вот такая арестантская Мадонна вот такой значит полемический на грани хорошего вкуса на самом деле значит передвижнический трюк и вот рядом значит богоматерь с младенцем ну чья вот как бы это даже поза немножко напоминает позу вот ярошенковской этой группы и вот значит такой комментарий ну к этой картине в первую очередь но опять же для внешнего зрителя то есть в России делать вот такое сопоставление было бы ну немножко слишком ну для итальянцев все-таки как бы это требуется некая комментария следующий сайт ну или вот неутешное горе крамского да и не рыдай меня мать напротив икона где значит вот мертвый христос и оплакивающий его значит богоматерь и там кажется наверное апостолу кто-то еще достаточно необычная иконография такая развитая ну и вот понятно что богоматерь с этим платком вот она становится комментарием к этому крамскому и и вот это уже как бы чуть более сложный комментарий да он с одной стороны да он просто нам комментирует вот эту фигуру которую сравнивали и там даже с Сикстинской Мадонной в этом тоже что-то есть на самом деле но которая ну это мать которая потеряла ребенка собственно там тоже мать которая потеряла ребенка да и вот это значит ну как бы дальше а вот дальше может трактовать вот что в этом сопоставлении то есть это может трактовать как вот значит духовные корни русской культуры и что вот это православие которое которое в нее внедрено и даже значит пронизывает и вот во всем очевидно а может быть и как полная разница и наоборот вот это значит ну как бы трагедия бытовая которая вроде как заслоняет вот эту религиозную и более высокую на самом деле вещи да и такую ну и дальше можно это значит разрушать но это сопоставление оно уже вот некую искру высекает и о чем-то значит задуматься заставляет и эти две половинки русской культуры склеивает вот что самое важное опять же они же у нас совершенно в разных полочках вот иконописи это как бы одно передвижники это другое они не пересекаются передвижники это вообще критический реализм демократическое искусство сплошной атеизм значит следовательно да и вообще отказ от исповеди картины репина значит и что никаких религиозных мотивов вроде как у них быть не может быть хотя ну на самом деле про религиозные мотивы у передвижников и там иконографии в общем говорилось довольно много но опять же вот на выставках это не предъявлялось в таком виде и это надо еще уметь чтобы это и на выставке не выглядело ну как-то ходульно и надуманно да то есть это должно быть достаточно связано и крепко держаться вот не в одном только случае а во всех да это же довольно большая выставка где этот прием использован повсюду то есть это не только вот там где-то в двух местах это вся выставка вот на этом столкновении построена можно следующий слайд пожалуйста ну это это тоже довольно понятное и тоже как бы банальное сопоставление может быть для нас да страшный суд и черный квадрат значит но но опять же для внешнего зрителя это вполне может быть открытием и вполне и это лучше для репрезентации русской культуры уж в всяком случае чем выставка значит вот та же самая с теми же самыми вещами но построенными хронологически от страшного суда к черному квадрату причем скорее всего там даже такой связи не будет а просто значит как бы что как бы нижнего нет при этом тут же начинаешь замечать эту геометричность этой иконы и вспоминаешь о том что иконы вообще-то там повлияли на авангард и то что это как бы новая икона там и так далее и все эти мысли тоже тебя тут же могут посетить если ты ну как бы склонен к такому вдумчивому осмыслению но подобного рода вот прямое столкновение к нему прям подталкивает да то есть ты как бы не можешь просто пройти мимо потому что это слишком странно выглядит да и ты должен об этом подумать а преодоление вот этой ну такого планирования по выставке когда ты таким скользящим взглядом просто смотришь на ряд вещей да как они еще называются это тоже на самом деле важная аккураторская задача ну и вот следующий слайд вот может быть самое интересное сопоставление которое ну вот при этом тоже как его трактовать не очень понятно до конца такая немножко энигма да вот в центре этот псковский значит сидящий Христос в темнице слева Крамской Христос в пустыне и дальше портрет Достоевского да вот этот знаменитый который все сидят вот в такой примерно одинаковой позе вот с этим сцепленными руками вот и что вот в этом дальше там замечательно вот этот утопленец да и полицейский который тоже сидит вот в такой же примерно позе на нее смотрит и вот здесь ну вроде как бы между ними нет ничего общего да и что значит там Крамской не писал Достоевского в смысле Христа в позе Достоевского и наоборот значит это никак не связанные вещи и никто из них не имел ввиду Христа в следующем в темнице значит это вообще никак не связанные вещи да это довольно очевидно но при этом вот когда они сопоставлены вроде есть какая-то у них внутренняя связь и вот сама эта поза и вот в ней есть что-то от вот такого как бы Достоевского самокопания и от вот такой достаточно напряженной воспаленной вот этой русской духовности действительно которая на страдании как бы замешана ну вот и дальше опять же я могу развивать как бы пытаться развить эту мысль но этот образ во мне останется да вот как некая и вот это сближение оно тоже останется и и как бы родится новый образ то есть вот когда мы просто смотрим на Христовскую пустыню ну вот у нас как бы есть впечатление от него портрет Достоевского тоже а вот но редко когда получается сопоставить так произведение чтобы у тебя рождался как бы некий новый образ а образ это же вещь которую ты не можешь до конца вот как бы что имел ввиду художник да вот это все значит и дальше мы это прочитали узнали пошли дальше нет это вещь такая пульсирующая живая и до конца не расшифровываем и вот редко когда такой образ действительно художественный похожий образ возникает от сопоставления уже ну как бы готовых вещей и это вот на мой взгляд такой высший ораторский пилотаж мне кажется вот здесь он вполне получился и то что он получился как бы одно из свидетельствов это именно то что я не могу сейчас внятно вам сформулировать что же это значит ну как бы опять же мне кажется что это что-то значит что какой-то вот образ русской духовности особенно русской духовности 19 века такой особенный в этом есть но может быть это мне так кажется можно дальше да пожалуйста да ну и тут еще как бы важный мотив в этой выставке который тоже вот который я уже упоминал что в Аркадии выставки всегда строятся как повествование они всегда выстроены да то есть у них есть начало кульминация и конец особенно в этой выставке которая располагалась в одной из боковых галерей вот на Сан-Петро Брачо де Карло Манью крыло Карла Великого и это такая длинная барочная галерея да ну которая вот самой архитектурой тебя это такой некий путь быстро называется русский путь да более того и это именно вот значит некое повествование при этом оно выстроено не хронологически да вот не от иконы до Малевича а значит кульминацией является вот как раз вот этот Христос и вот то что мы сейчас посмотрели а заканчивается вот буквально слева тут вот этот страшный суд с черным квадратом который как бы мог бы быть концом да таким логичным но заканчивается при этом Богородицей ну и вот этим представлением да России как и земли Богородицы и все-таки ну как бы таким положительным концом да неким вот ну похвал Богородица большая икона слева понятно Петро Фоткинс и Дейнека еще там мать знаменитая картина и вот этот как бы женственность такая русская вот что после что вот после черного квадрата и страшного суда все-таки вот есть этот как бы покров Богородицы который Россию ну там так или иначе спасает в конце концов и вот в русской культуре это такой мотив достаточно повторяющийся да и вот это тоже такой значимый конец выставки не случайно сформированный да и вот собственно у Аркадия мне кажется в его Куратской лизе вот это два главных мотива это столкновение как бы разных вещей и выстраивание наоборот довольно строгой структуры и вот от чего к чему начало кульминация конец развязка завязка вот и это тоже вещи такие очень библиотечные вот с одной стороны у тебя тут одна книжка другая с другой стороны у тебя карточный каталог в котором все они в нужной последовательности вот у него вот эти две такие вроде как взаимопротивоположные вещи они все время есть но просто опять же вот зритель он очень часто проходя на выставку об этом вообще не думает то есть он не думает что вот а почему в начале это в конце то к сожалению и куратор часто про это не думает вот но все-таки вот развитие этой выставочной культуры идет и все-таки значит ну надо об этом думать и это и в этом как бы есть и роль и куратора и зрителя потому что когда зритель к этому ну привык то и куратор это от куратора начинает требоваться ну то есть понятно что это такие сосуды взаимодополняющие и поэтому я просто вот всех вас я знаю что тут есть и искусствоведы есть и там филологи допустим которые вроде как профессионально к этому не относятся но все-таки вот все вы я надеюсь потребители этого культурного продукта как это сейчас называется но в общем все вы посещаете выставки и мне кажется очень важно вот иметь внутри вот это может быть даже завышенное зачастую ожидание что выставка должна быть высказыванием в общем текстом и в котором все как в хорошем тексте должно быть до некоторой степени не случайно и даже если случайно то как-то так выстроено чтобы в этом было нечто осмысленно все должно быть осмысленно и вот у Аркадия это в общем всегда так это осмысление может быть не всегда вот ну такое ясное чтобы вы вот его поняли опять же очень ясно и рационально но оно может быть как бы на каком-то ощущении основано на художественном чувстве но оно всегда есть и это вот тоже важнейшая отличительная черта его городовских работ ну давайте дальше ну вот еще один пример просто да столкновения это совсем недавняя выставка 23-го собственно года в Шереметинском дворце любовь к вторым апельсинам где сопоставляется Дягилев и Казанова ну а точнее Петербург и Венеция ну и как бы как миф Венеции существовал в Петербурге и вот карнавал как важнейший образ который вот у нас есть миф как бы да о венецианском карнавале но и все эти карнавальные образы из серебряного века их игра в значит карнавал тоже ну и сделано это вот с помощью именно вот такого прямого столкновения вот этих двух как бы несвязанных вещей и двух персонажей и вот замечательные два молодых портрета молодого Казанова такой редкий довольно исторического музея и молодого Дягилева тоже еще как бы классическим ну и дальше там виды можно дальше Петербурга и Венеции ну и вот вся эта карнавальность да эти вещи при этом не были так это я их так сопоставил но они в одном зале были так или иначе Лонге да и Сомов ну вот опять же игра карнавальность опять же Ракакой серебряный век это опять же вот эти две эпохи примерно как маниеризм и постмодернизм ну и из той же последовательности эпохи которую я говорил вот эти игровые эпохи просто другие значит тоже не случайно сопоставлены и и и комментируют друг друга и даже ну на уровне визуальном тут есть какие-то сопоставления ну понятно что тут есть и сознательная стилизация под 18 век и собственно сюжет взят как бы из 18 века Сомову но за этим стоит и какая-то значит взаимосвязь с этих пух там Венеции перед наполеоновским нашествием и вот прекрасный конец вот этой великой венецианской культуры которая да великого города Венеции которая значит была сильной в 16 веке и вот ослабела и это последнее так сказать ее такое прекрасное умирание ну и прекрасное умирание собственно русской дореволюционной культуры вот которая закончилась революцией тоже таким неким крахом и в этом тоже значит убездный на краю вот этот карнавал тоже оказывается не случайно что эти эпохи как бы смотрелись друг в друга и между ними есть что-то общее дальше можно ну да вот собственно замечательный Судейкин да вот вся эта карнавальность в стихах описана и тут же и костюмы и куклы и фарфоровая вот Судейкина значит в костюме да и все это в разных экспонатах представлены можно дальше пожалуйста да значит еще один пример подобного рода сопоставления это вот выставка Хогарт Хокни и Стравинский небольшая сравнительно которая была в Эрмитаже в фойе Эрмитажного театра где здесь тоже вот столкновение трех значит имен трех явлений но при этом они немножко иначе организованы здесь есть связь между ними вот прямая ну собственно правда в Серебряном веке тоже она достаточно прямая поэтому я говорю что в этом полторп он такой чуть более нрачитый у Хогарта есть знаменитая серия похождения повесы ну знаменитая знаменитая никому неизвестная в толком серия похождения повесы значит где такая нравоучительная очень подробная детализированная и вот с текстами сопроводительными серия изображений про значит молодого человека который получает наследство проматывает но не пускает его на какое-то дело или там что-то достойное проматывает его и заканчивает свою жизнь в бедламе то есть в таком сумасшедшем доме а потом Стравинский который увидев эти гравюры сочиняет оперу похождения повесы где которая показывалась на выставке причем в декорациях которые по мотивам Хогарта были сделаны и ну где вот эта такая нравоучительная 18-вековая как бы немножко такая английская история да вот Хогартом вообще как нравоучитель превращалась в возвышалась до такой вневременной трагедия вот падения души ну и понятно через которую просвечивает как и у Хогарта разумеется просвечивает история блудного сына да вот как значит притча и дальше Хокни английский художник который конечно знал Хогарта но именно под влиянием Стравинского на свою серию можно считать пожалуйста тоже похождение повествия которое также называется но где действие переходит в Нью-Йорк кажется значит вот уже 20-го века тоже графическая серия то есть тут тоже важно вот это единство материала оно все таки ну вот эта граница здесь не преодолена наоборот сохранена значит что это диалог значит в одном на одном поле но при этом язык и понятно подход совершенно разный но опять же когда ты понимаешь что за этой вещью стоит вот эта вся большая традиция ты ее иначе воспринимаешь вместе с тем когда ты смотришь на Хогарта в контексте Стравинского ты понимаешь насколько Хогарт театрален насколько там много вот драматургии да вот насколько у него там все это действительно роли и персонажи выведены не просто какие-то значит сцены а вот такая довольно подробная драматургия и ну и ты понимаешь как временной характер этой истории и вот эта связь с блудным сыном она оказывается более осязаемой именно потому что она проходит через все эти столь разные явления ну и опять же восприятие вот как бы культуры у тебя становится более полное не такое разорванное на кусочки в этом тоже некий вывод этой выставки при том что ну она это значительно более простая вещь вот даже тот же Моплторп или тем более чем Ватиканский проект потому что она достаточно логично выстроена но опять же не то чтобы часто у нас такие вещи случаются ну потому что как бы Хогг не занимается один человек а Хоггартом другой человек они друг с другом даже не знакомы как-то астровинским третьим потому что это вообще опера и не изобразительное искусство как так-то то есть театроведа надо приглашать же чтобы островинского привлечь ну то есть это разделение еще на уровне искусствоведа театроведа и так далее тоже существует ну Аркадий был человек очень образованный причем именно широко образованный то есть скорее широко чем даже я бы сказал глубоко ну потому что невозможно быть как бы и туда и сюда это либо одно либо другое но широта действительно у него была очень большая и главное что он чувствовал эти вот разные искусства то есть не просто как бы знал о островинском его существовании а как бы чувствовал вот особенность разных искусств и поэтому мог их сопоставлять давайте дальше что мы а да ну и и вот эти сопоставления могли быть и совершенно другие но вот просто к тому что это центральный центральный прием вот например в выставке которая была организована в Царицыно которая называлась могу соврать люди могут быть разные или люди должны быть разные может быть так на которой выставлялись с одной стороны работы аутистов из центра Антон Тутрядом а с другой стороны работы наивных художников которые как бы специально работали в наивном ключе и иногда это сопоставление тоже настолько близкое что не каждый зритель поймет где здесь наивный художник а где аутист ну и это тоже демонстрирование их работ демонстрация их работы в контексте ну как бы большого искусства а наивное искусство все-таки уже давно признана вполне легитимной частью большого искусства показывала опять же условность вот этих границ да между там вот настоящим искусством и ненастоящим ну и все это длящися весь 20 век рассуждения о там искусстве детей об искусстве больных психически психически больных да и вообще о необходимости мастерства или необходимости мастерства вот непосредственного искусства да а аутисты как раз свойственны ну им свойственная непосредственность почему они похожи на детей в том что они могут быть вполне себе взрослыми да но у них как бы другое восприятие мира и такое очень как бы искреннее при этом ну и вот и вот такое значит сопоставление которое тоже может вроде как вывести нас на какие-то большие размышления при том что материал даст совершенно другой и материал за который тоже вот кто бы другой еще взялся да вот в таком ключе совершенно непонятно и вот это преодоление границ это вот главное что у Аркадия было и это очевидно и в его текстах конечно это главное свойство его текстов да и за это их любят вот за такой широкий взгляд можно дальше пожалуйста а да значит ну вот это выставка Рома Этерна о которой уже шла речь вот показ шедевров Ватикана в Третьяковке и здесь вот я как раз хотел рассказать про застрять внимание вот на этом выстраивании последовательности да потому что опять же вот задача выставки да ну такая довольно вот простая выставка шедевров и бери лучшее ну потому что раз уж дают как бы то надо брать лучшее а это лучшее может не выстроиться ни в какую ну особенно ни во что не слиться потому что ну то есть как бы глупо в такой ситуации когда вот тебе дают возможность взять что-то из коллекции Ватикана выбрать вот какие-то вещи не самые главные потому что они хорошо листруют твою концепцию в этом есть даже что-то эгоистическое да в какой-то смысле значит в музее могут не понять да что как-то ты продешевил там вот ты выдал там все наши шедевры а Третьяковка выдала Ватикан очень хорошо действительно там весь первый ряд это все постоянная экспозиция в общем это такая небывалая выставка ну и значит надо брать тоже лучшее а значит соответственно наступать на горло собственной песни чтобы ты мог из них там слепить значит но и тут Аркадий в общем нашел выход вот это кульминация этой выставки да вещи ну вот вещь Караваджо да значит знаменитая и там еще были две большие вещи Пуссен и третья я не помню но вот их три было все из собора с того Петра но важнее было вот даже не это а важнее начало и конец выставки вот первая вещь да выставка при этом была построена хронологически тоже самым традиционнейшим способом первая вещь была следующий слайд пожалуйста Христос Пантократор 12 века ну вот такая икона да в византийском вполне духе которая с одной стороны связывала тут же Италию с Россией да с нашей когда написано традицией что мы действительно выросли как бы из одного корня но вместе с тем вот когда начинается все с Пантократор с такой вещи ну которая вот икона что называется да то есть которая вот самая главная вещь которая именно свидетельствует о ну религиозности этого искусства я вот такой очень ты глянь на нее ты ощущаешь что это вещь глубоко религиозная что она воплощает в себе веру живую сильную вот веру средних веков значит которая наполнена вот этим религиозным чувством ну вот такой фундамент на котором покоится там в частности Ватикан и вообще вот все эти большие религиозные традиции значит дальше вот был все это барокко там возрождение и заканчивалось последний случай пожалуйста неожиданной вещью Доната Крети астрологические наблюдения это серия картин где вот значит с разными фазами Луны значит вещь уже 18 века и ну вот то что она выбрана в качестве последней сразу другой немножко контекст и смысл передает всему повествованию что оказывается что это вот повествование о собственно судьбе религия в Европе да ну в мире хорошо но в Европе в данном случае в Ватикане а что вот от вот этой истовой истинной веры вот воплощенной в Пантократере до вот этого наблюдения Луны в стеклышко да до уже 18 века рационализма эпохи просвещения ну когда религиозная традиция в общем все хереет и хереет да и вот ну да барокко еще еще продуцирует сильные религиозные образы а чем дальше тем они становятся все менее ну витальными да и вот это приходит как ну это как бы не религиозное искусство да но оно комментирует вот все предыдущее религиозное искусство как бы выстраивает в его некую последовательность ну с которой можно спорить вот с этим выводом но но это сразу все собирает то есть вот буквально она просто одна вещь да ее можно было не брать она не шедевр но зато она все остальные шедевры вот собирает осмысленное значит высказывание а не просто набор шедевров как это было бы в другом случае следующий сайт пожалуйста да ну это вот тоже про с другой стороны выстраивание последовательности с другой стороны про преодоление границ значит выставка Палладио в России ну которая на самом деле делалась сначала в Италии потом в России и в Италии она называлась более правильно Руссия Палладиана как бы Палладианская Россия как бы ну вот так бы я это перевел значит и мне посчастливилось вот сотрудничать с Аркадием на этой выставке и она была значит тоже значит тут как это было организовано что тема выставки в общем была спущена сверху вот она как-то была рождена там сверху и ну под эту тему что это русское Палладианство как бы то что да соединяет Россию и Италию вот тема которая может быть темой обмена опять же между Россизо и значит не обмена а точнее представление русской культуры с помощью Россизо в Италии значит это еще было приурочено к архитектурной биеннале в Венеции Палладио венецианский архитектор значит вот все как бы выстраивалось значит ну и позвали Аркадия как специалиста по Италии и куратора ну и он меня позвал тоже значит в помощники и организована она была хронологически да вот как в разные эпохи развивалось это влияние Палладио на Россию необычность своего рода была в том что мы начинались с Петровской эпохи когда в общем о Палладианстве ну как-то не вполне принято говорить ну и проходило вплоть до середины 20 века ну до сталинского времени примерно то есть это вот такая довольно ясная последовательность при этом у нее были какие-то опорные точки опорными точками были переводы Палладио в России четыре перевода в разное время сделаны и первый перевод как раз Еропкина ну вот начало 18 века так что это было оправданным вот этим значит переводом включения этой этого как бы затакта этого предисловия ну и и на это на эту как бы такую специальную архитектурную тему да влияние одного архитектора на других архитекторов такая занудная значит очень частная тема нанизывалась вообще вся история вот этой русской культуры диалога о России с Европой значит и с классическим с классической традицией и то как эта классическая традиция Россию формировала да вот делала ее Руссия Палладиана вот Палладианская Россия и вместе с тем как она ее осваивала присваивала и переделывала под себя взаимовлияние да и вот тут я как раз показываю вот эти скучные и при этом ну надо было показать и архитектурную часть тоже да и все эти рисунки Кваренги Львова и так далее значит ну вот здесь первый зал был как раз ну такая увертюра которая была всего понемножку в центре была вилла ротонда и вот разные на примере одного предмета да вот одного здания разные отражения вот там значит Кваренгиевский а потом площадь восстания справа значит павильон метро и 20-х годов уже даже я не помню чей рисунок но тоже вот схожего структурного здания а и вот значит была такая увертюра и дальше все строилось хронологически по разделам но вот помимо этих архитектурных вещей которые именно архитектурную историю рассказывали были и другие вещи вот следующий слайд пожалуйста которые на первый взгляд на этой выставке вроде как бы наверное не должны были быть так никто их там не ожидал да но вот именно свойства Аркадия преодолевать границы и мыслить шире их туда поместила и определила рассказ о паладианстве не просто как об узко архитектурном явлении а как о культурном явлении и что что такое русское паладианство да ну прежде всего это русские усадьбы например да у нас ассоциируются вот эти паладианские усадьбы которые как бы с паладианских вилл берут себе значит начало а что такое паладианские усадьбы это миф русской усадьбы а что такое миф русской усадьбы это вот Григорий Сорока вот эта идиллия значит когда русские крестьяне на фоне вот этих классических более или менее классических зданий. И вот тут уже как бы неважно, много ли именно Палладианского в этой церкви, или там больше, я не знаю, от Альбертия, это совершенно несущественно. Потому что это уже разговор более широкий. То есть здесь есть и более узкий разговор, где вот эти львовские все проекты, усадеб, и там очевидно, что они с Палладио, и тут же львовский перевод Палладио, вот еще один из этих переводок. Но и есть выход на образ и на нечто, что не просто какая-то техническая подробность, а вот живой миф, живой образ, который составляет, который одушевляет и который делает ценными на самом деле вот эти постройки, который как бы дух их создает. Поэтому у нас как бы были и камни, и дух. То есть вот как от камней рождается дух и миф. Ну вот и помимо Сороки, Сорока был создан в усадьбе, а дальше, следующий знак, пожалуйста, в развитии этого мифа усадьбы, и вот бабушкин сад Поленова, да, и призраки Борисова Мусатова, вот это развитие этого мифа, порожденного Палладианством в русской культуре, да, что вот как сначала идиллии Сороки, потом вот это запустение и вот этот миф Серебряного века об этой уже как бы ушедшей эпохе, ну и который мы впитали, и мы в себе его дальше несем. Да, и это вот, опять же, выход на другой уровень разговора. Дальше, пожалуйста. И, ну, что вот может быть еще более неожиданно и более, ну вот, интересно с точки зрения кураторского, а кураторской работы, вот это было включение вот этих вещей, значит, в выставку, которые, с одной стороны, решали, хоть в мере, даже техническую задачу, что, ну вот, собирается выставка, да, это, ну, музей Коррор, пьется Сан-Марко, да, главная в Венецианской площади, ну, даже не это важно, а важно, что это, ну, как бы ряд помещений, и вот когда отбор выставки получается, да, получается, что я там, условно говоря, я не помню цифр, ну, там, я не знаю, 200 рисунков архитектурных, ну, и там 20 картин, и это все по стеночкам так ты вешаешь, и получается очень скучно просто, когда все по стеночкам 7 залов висит, ну, как бы тоскливо, хочется что-то в центр поставить, объемное, да, это такой простой, это пока ничего мудрого в этом нет, да, ну, а что объемное ты сюда поставишь, это всем кураторам так хочется, чтобы было и такое себе кое-то, да, значит, и вроде как зал уже выглядит более цельно, когда у тебя в центре стоит что-то объемное, а по стеночкам висит картинки, вот уже у тебя все сложилось. А что ты поставишь вот в эту историю, ну, макеты, да, архитектурные, как бы можно поставить, но по идее у нас тогда должна быть, там, и раз у нас вот такая хронологическая идея, то у нас должны быть макеты того же времени, но это сложно найти, вот в каждый зал того же времени макеты, это, значит, ну, и тоже, насколько это интересно. А вот тут был найден, мне кажется, совершенно гениальный ход с фарфором. Фарфор, который вот как живопись тоже вот выполнял роль образа, да, вот это сочетание белого с золотом, такое вот наиклассичнейшее, которое проходило как бы через, и фарфор, тоже такой очень изысканный материал, и в каждом зале вот была, ну, не в каждом, почти в каждом вот такая, значит, композиция, которая рифмовалась друг с другом и тем самым друг друга поддерживала, тоже выстраивалась некую последовательность. И если вот на фоне Сороки и Львова, портрет Львова и, значит, там, русских усадеб были вот эти русские крестьянки Пименова, фарфоровые, да, которые, с одной стороны, русские крестьянки, но вот особенно в таком белом виде, да, белом фарфоре, они очень напоминают античные статуи. Да, ну, так же, как у там Сороки Венецианова тоже, на самом деле, есть этот античный мотив. И таким образом, ну, так, а палладианские виллы, они же тоже, собственно, восходят к палладию, а палладию возрождает античность, да, и всё восходит к античности. И это интерпретация как бы античной архитектуры, вот, которая была переложена палладию, и дальше стала основой классической традицией, но которая всё равно своим, как бы, остриём, своим истоком имеет античность. И вот это, ну, и в этом-то и есть вот миф русской усадьбы, когда у тебя сквозь вот сопоставление классического портика и песни крестьянки, которая раздаётся с того берега. И вот это соединяется вот в этом скульптуре, которая одновременно русской крестьянкой и одновременно античная скульптура. Дальше раздел про Петербург. Петербург, понятно, это же другой миф. И это империя, значит, Екатерина II, вот все эти, значит, образцовые фасады, кваренги, да, уже немножко, ну, другая совершенно, другой мотив. И тоже фарфор, тоже белое с золотом, тоже вот это классическое сочетание. Но вместе с тем, вот, значит, ну, это Свердто де Табельт, украшение стола, вот с фигурой Екатерины такой державной и вот этими графеями, да, которые символизируют ее, в частности, завоевание, там, присоединенных земель и, ну, вот такое имперское, милитаристическое дух, да, то есть не дух русской усадьбы, значит, а дух вот столицы имперской. И при этом, что самое-то замечательное, что этот Свердто де Табельт создан Рашетом по проекту Львова, того же самого, который главный русский Паллодианец, и все как бы случайно и не случайно. Да, это все равно все складывается. Следующий слайд, пожалуйста, но интересно, что на этом у нас все не заканчивалось, а у нас был в самом таком, может быть, было два проекта, два раздела, которые, ну, как бы, может быть, в какой-то мере выходили за привычные рамки. Это вот Петровский, Петровское время и авангард, да, потому что авангардную архитектуру с Паллодианством как бы не связывают обычно, потому что, значит, считается, что она противоположена всей классической традиции, и, в общем, это и декларировало. И там у нас тоже был, но нам-то казалось, что нет, что она все равно связана, потому что когда, значит, что такое Палладио? Палладио – это как бы круг и квадрат, вот эти базовые формы, да, ну, в общем, основа классической традиции, которая, идея которой вот в неком поиске все равно идеалы, при всем том, что Палладио-маньеристы, на самом деле, не такой уж там прям сильно классик, но это уже слишком сложно. А все-таки вот вилла-ротонда, да, это круг и квадрат, да, в плане и структура ее вот этими идеальными фигурами, значит, организована. И когда авангардисты решили вот все эти, значит, финтифлюшки опрокинуть, стереть, к чему они пришли? Все равно к кругу и квадрату, а значит, к Палладио, и вот к некой такой вот базису, от которого никуда не уйдешь. И поэтому выстроили, значит, ну вот это у нас иллюстрировалось вот всеми этими авангардистскими проектами. Ну, тут Фомин, который, понятно, недавно еще был неоклассик, поэтому у него там это просто упрощенная неоклассика, но там были и более авангардные, которые все равно оказывались как бы классическими. И вот эти авангардный фарфор, суетинский, который, ну, тоже вот эти как бы канелюры вдруг тут дорических храмов вдруг в себе обнаруживает. Да, значит, если подумать о нем вот в этом контексте, да, вроде как сверхрадикальная вещь, а все равно вот при возвращении к основам все равно ты возвращаешься к классике. Хотя вроде ты ее только что не спровергал. Ну, это, опять же, довольно все банальные вещи, там про бог не скинут, и там супраматизм, новый классицизм, это как бы все много раз сказано. Но вот в контексте этого повествования это было интересно, и это было интересно именно потому, что имело смысл, именно потому, что у нас был Пименов и Рашет перед этим. И вот третий в последовательности суетин, вот он, они, опять же, друг друга поддерживали. Без первых двух это было бы абсолютно бессмысленно. Ну, и последний у нас был Бродский, ну, он просто из глины тоже, да, значит, тут, конечно, уже хромает, и он не белый и так далее, значит, но все-таки, это тоже некая вещь, уже в сталинском разделе вот такой тонущий как бы этот особняк, ну, который вот эту Атлантиду этой Советской империи, значит, от себя лицетворял, ну, и как бы вот посредний в ряду этих керамических объемных вещей. Вот, просто вот здесь, это я еще очень многословно рассказываю, но смысл в том, что вот когда даже там был какой-то разговор, тоже я присутствовал с Аркадием с там его очень просвещенными друзьями, и когда вот зашла речь о том, что вот у нас тут фарфор, и так был какой-то не понятно, какой фарфор, что там, с видами Павловска, что ли, ну, вот потому что, в общем, действительно, ну, как бы, куратор среднего пошиба, вот дальше видов Павловска, да, на фарфоре бы не пошел, значит, а вот умение Аркадия мыслить, как бы поверх границ, и видеть, вот, картину в целом, и видеть вот в каждом произведении искусства, вот не, не что вот эта чашка сделана в фарфоровом заводе, там, в такой-то год, и ты-ты-ты-ты, а что она за собой несет, вот, некий художественный образ, который вписывается в череду других художественных образов, которые, вот, из которых и соткана культура, вот это умение, значит, в ней плавать, вот так, совершенно, вот, да, именно без границ, это и то, что, в чем его гений особенно ярко воплотился, на мой взгляд. Можно дальше, пожалуйста. Вот, да, мой рассказ и затянулся уже, и прерывистый, но, собственно, вот эти две простые мысли я хотел проиллюстрировать, еще хотел сказать вот такое примечание, тоже, мне кажется, его отношение к куразерской деятельности иллюстрирует и отличает от современного. Дело в том, что, ну, с одной стороны, так сложилось, а с другой стороны, и не просто все-таки так сложилось, а в этом есть нечто закономерное, что, в общем, почти ни в одной выставке Аркадия, за очень малым исключением, вот, которое я сейчас покажу, не было активного выставочного дизайна. То, что очень популярно сейчас, да, и сейчас очень часто выставка становится событием именно за счет дизайна. Значит, ну, самый наглядный пример, это выставка дюрера в историческом музее, значит, которая даже некий скандал вызвала, да, своего рода, когда, ну, был очень активный выставочный дизайн, и вот спорили, можно ли дюрера так выставлять, при том, что людям очень понравилось, и это, как бы, обеспечило успех этой выставки в некотором роде. А на эту Аркадию выставочного дизайна активного было очень мало, то есть большинство выставок проходили просто в белом кубе, что называется. Если, ну, и, что касается ранних выставок, это скорее было, причиной этому была, ну, как бы, бедность или, ну, как бы, неразвитость этой части музейной деятельности, что ли, да, что просто не было нормальных дизайнеров, их не предоставили или что-то такое. Но в больших его выставках, вот этих ватиканских, там, в Ватиковской галереи, тоже дизайн был очень сдержанный, значит, потому что, вот, действительно, это были концептуальные выставки, которые, вот, как текст не нуждались в каких-то украшениях или, ну, как бы, не... При том, что украшения тексту-то не мешают, на самом деле, да, если они правильно подобраны, да, и шрифт там и так далее. И, там, от того, что какая-то вещь издана как типографический шедевр, не делает ее хуже, как текст, да. Но все-таки... Все-таки это, как бы, отвлекает от идеи. А вот идея и проведение было, это для Аркадия очень важно. И это сродственно тому, что вот его тексты не нуждались в иллюстрациях. И даже иногда иллюстрации, значит, вредили, и мне кажется, он сам это прекрасно понимал. И вот не случайно там часто у него, вот, в книжке, значит, там вот здесь не лежит, но точно в библиотеке, но не выставочная книжка, да, про «Пиранези. Тюрьма и власть». Что там, как бы, вот глава, а потом альбом. Кроверки. Потом опять там глава, опять... При том, что про эти вещи речь идет в этой главе. Но можно же в текст внедрить, чтобы ты, как бы, читал и видел, да. Но он совершенно точно не хотел, чтобы ты читал и видел, потому что это бы портило текст. Потому что это вот текст, ну, как бы, про одно, то есть это было два текста. Вот текст художника, текст Аркадия. И они были, на самом деле, скорее параллельны, чем вот как текст искусствоведческий, который комментирует. Вот есть текст, как бы, Рембрандта и мои комментарии к тексту Рембрандта. Вот это нормальный искусствоведческий текст. У Аркадия, конечно, это были два самостоятельных, равнозначных текста. И, ну, их слишком... И, учитывая, что они еще были... Ну, пересекались, один комментировал другой, как бы, один был посвящен другому, то их не надо было слишком сильно, значит, сопоставить, потому что где-то они могли даже быть несовпадающими. Да, то есть где-то могло быть даже противоречие. Ну, это являлась причиной вот этого там... Являлась иногда причиной разных скандалов, но, в принципе, это совершенно не имело никакого значения, потому что, если воспринимать его тексты именно как вот самостоятельное произведение, художественное, литературное, то, ну, значит, мы же там не обижаемся, что там Пушкин, я не знаю, в «Медном всаднике» не слишком точно описывает петербургскую топографию, я не знаю, что-нибудь в этом духе. Ну, да, это нормально. Вот это то же самое относится к текстам, Аркадия. Но и выставки в некотором роде тоже вот, ну, тоже были текстом, тоже были высказыванием, и потому как бы еще что-то дополнительное им могло мешать. Поэтому они вот скорее к эскетичному дизайну тяготели. Ну, это вот мое такое предназначение. Хотя были и исключения. Вот, например, эта выставка, как бы нетипичная достаточно для него, карикатур второй половины XIX века, такой всеволожского, значит, имевшего прямое отношение к императским театрам, на актеров. И это вот такая картина мира, картина вот театрального мира, ну, и не только театрального, около там двора, значит, той эпохи. Вот в карикатурах, и каждая карикатура, значит, сопровождается каким-то комментарием, кто это изображен и почему, и это все складывается вот в такой калейдоскоп образов. Достаточно спокойная выставка, очень монотонная в смысле экспонатуры, это просто очень много этих карикатур. То есть она не столько художественная, сколько вот такой ряд портретов, да, ряд образов. Но здесь вот как раз довольно активный и такой нетривиальный дизайн, вот эти как бы, что здесь нет рам, а вот эти, значит, стекла помещены в такие как бы рамы, да, но из такого мягкого материала, значит, созданного, которое олицетворяет как бы вот такую удушающую, что ли, ну, и он вместе с сукном, с шинелью какой-то ассоциируется немножко, но шинель вот с такими вот разноцветными, как бы театральными вот этими всеми блестками, именно вместе с тем она такая вот очень пыльная, как бы немножко удушающая, вот и это как бы отстворение этого Александра Третьего времени, которое вот такое, значит, сонное и немножко царство, да, вот в котором существовал этот театральный мир. Здесь это, ну, как бы было уместно, в том числе потому, что вещи, ну, повторюсь, не художественные, да, ну, то есть, ну, как бы не так сильно именно художественная выразительность, да, что их можно было вот чем-то добавить. Ну, их много, они достаточно монтонны, да, там было немножко костюмов, но не очень много. И вот здесь это было уместно, но это исключение, да, то есть это именно показывает как исключение, что в основном выставки были со скетченчим дизайном, и это показывает, что идея в них, ну, вот это было сделано для того, чтобы идея особенно ясно читалась, чтобы ничто ей не противоречило, и вместе с тем в этом было и некое уважение к самим произведениям, что они как бы не нуждаются в дополнительном чем-то еще. Я не скажу, что это какое-то, что так всегда и правильно делать, и может быть в этом даже была некая слабость Аркадия, что он вот с этой частью выставочного дизайна, выставочной деятельности не вполне умел как бы работать, ну, и даже не вполне как бы и работал, то есть он предоставлял это просто дизайнеру, делать то, что он делает, именно такое разделение труда. Но это, в частности, можно было связано и с тем, что просто он все-таки уже, это возникло в последние 10 лет его жизни, условно говоря, вот вообще в России, вот этот выставочный дизайн, поэтому он уже привык обходиться куда более бедными инструментарием, но при этом вполне хорошим результатом. Что ставит его в истории, значит, вот этого выставочной деятельности России, вот в определенную нишу тоже. Можно следующий слайд, пожалуйста. Да, ну а дальше я просто, собственно, уже заканчивая, хотел сказать, что вот я показал какой-то ряд выставок, во-первых, какой мог, от которых есть что показать, а во-вторых, что выставок он делал очень много, и иногда там в какой-то год это могло быть там три выставки, значит, в Эрмитаже и еще там парочка, еще где-нибудь, это невероятная продуктивность, это тоже мало я знаю, кто, и при этом все в высочайший уровень, кто бы так мог работать, и среди них много было выставок современного искусства, но которые, как правило, были организованы куда проще, то есть они все равно были внутренне логично построены, там все равно была начало, кульминация, концовка, но это был как бы немножко другой жанр, более простой в каком-то смысле, то есть тоже надо понимать, что он делал разные выставки, что не все они были вот такие сложные, какие-то были простые, какие-то были на уровне просто показа вот вещей и его текст, который как бы придавал этому смысл, но при этом сам показ мог быть абсолютно аскетичным и таким без каких-то сложностей, да, и, ну, это тоже важная часть курацкого языка, что куратор, он должен быть пластичным, потому что, ну, во-первых, очень многое завязано на твоей возможности, да, что где-то ты не можешь достать тех вещей, которых надо, где-то нет там вообще денег никак, ни на что, и поэтому ты не можешь там сделать другие рамы или что-то еще, ну, и так далее, и тому подобное. Где-то вот есть те вещи, которые есть, запомещения, которые есть, и ты не можешь там взять еще гравюры из другого собрания, потому что это тоже невозможно организационно, да, и ты должен уметь вот в предлагаемых условиях делать, ну, как бы разные продукты, но хорошие, и Аркадий тоже этим умением владел, ну, это вот выставки, значит, Тимура Новикова в Эрмитаже и новой академии, ну, того же самого Тимура Новикова в фонде Екатерина в Москве, ну, вообще с новой академией он был связан, там, и дружескими связями, ну, и понятно, что это вот тоже близкие люди, в смысле, что они тоже по-своему, да, значит, пытались вот эту классическую традицию, которой Аркадий все-таки в первую очередь ей принадлежал, и как музейный работник, и как исследователь, и как человек, а все-таки острие его было направлено там вот в итальянский манеризм, а скорее, чем в современное искусство. Значит, то, что они вот как представители постмодернизма, и он, конечно, тоже такой, в общем, совершенно очевидный постмодернист, пролежал к тому же течению вот этой игры с классикой, и поэтому довольно много, ну, поэтому они были близки, и поэтому довольно много быстро он их курировал. Ну, и дальше Николас Оманова выставка или выставка Бориса Смилова в том же Эрмитаже. Дальше. Можно следующий статус? И, с другой стороны, было много и музейных выставок, вот таких, как бы, нормальных музейных выставок. То есть тоже не все выставки он делал, чтобы Маппеллторг и гравюра. Были выставки, вот как выставка, значит, дворцы, руины и темницы, где были гравюры Пиранези, ну, и рисунки итальянских, обороченных, театральных декораторов. Вполне нормальная выставка, значит, хронологически организованная, без вот каких-то, значит, выпендрежа, скажем так, кураторского, но с большим подробным каталогом, научно проработанная. Да, и вот такая важная, просто нормальная музейная выставка. При этом на уровне текстов там, конечно, был выход на какие-то вещи более широкие, да, и там вплоть до 20 века, но на уровне выставки это была вот нормальная эрмитажная выставка, хотя к ней потом было и приложение в виде Петербург и тюрьмы Пиранези. Выставки уже не в Эрмитаже, а в галерее на Большой Конюшиной, где вот то, что здесь только заявлялось о том, что Пиранези значит, там повлиял и так далее, вот здесь уже иллюстрировалось вещами 20 века, фотографиями петербургскими и связь с Петербургом, которая, опять же, здесь не была эксплицитно как-то визуально проявлена, вот в следующем проекте, в как бы таком дополнительном проявлялась. и таких выставок, у него довольно много, вот следующий слайд, именно вот гравюрных, нормальных, классических, вот таких научных, и это тоже показывает его, ну, многосторонность, потому что и его силу, потому что вот много кураторов, которые так как бы по верхам истории искусства знают, вот что-то и могут значит что-то с кем-то сопоставить, но вот в частности там знаменитый Жан-Юбер-Мартен, на мой взгляд, именно к таким кураторам относятся, который приезжал, делал выставку в Пушкинском музее, которое как бы подавалось как некое открытие, да, вот бывают странные сближения несколько лет назад, где вот как раз тоже тот же самый прием, сопоставление всего со всем, значит, вот вне времен и границ, и такая, значит, как бы игра. Ну вот та игра, мне кажется, на самом деле на порядок ниже, потому что она как бы не фундирована, она не основана на, ну то есть она основана на неком знании, конечно, но зачастую это просто внешнее сходство, которое ни к чему дальше не ведет, что вот там у меня был какой-то малахитовый столик и какой-то пейзаж типа Сезанна или что-то в этом духе, ну какой-то пейзаж, в котором тоже вот такая какая-то малахитовость проционализировалась, как бы, ну и вместе они вот были выставлены, ну да, и что? Ну как бы прикольно, вот единственное, что я могу из этого вывести, вот из этого сопоставления, да, но абсолютно дальше я в тупике, или какой остроумный Егор Мартен, могу я значит, из этого еще сказать, смелый какой, да, но опять же не ведет меня вот ни к никакому значит, дальнейшему размышлению. там были лучшие, сопоставления были хуже, там были хорошие, не могу сказать, что во всем, но были вот такие совершенно, ну как бы, даже они не топорные, а просто как бы, ну такие поверхностные, французские. сила Аркадия вот именно в том, что он вместе с тем был и нормальным музейным, и даже не просто нормальным, а высокого уровня музейным знатоком. Да, это может быть не была его стихия, и поэтому он от этого в какой-то момент ушел и ушел в литературу, что называется, но это было в нем, и вот эта библиотека, опять же, музейная в нем и в этом смысле тоже сидела, в смысле знания просто музейного. И это и делало вот эти сопоставления, ну куда более живыми и наполненными смыслами. Ну и вместе с тем, вот выставка «Младенец Иисус», которую я бы тоже отметил отдельно, просто по целеполаганию она тоже выходила за рамки нормальных музейных выставок. То есть, значит, с одной стороны, это, значит, просто рождественские сюжеты в искусстве, ну в гравюре, в гравюре, но замышлялась она как такая святочная выставка. Да, то есть не просто вот так академично, вот мы сейчас соберем все, значит, и вот будет. А она вот именно образ святок, образ вот Рождества, этой рождественской сказки и вот вообще вот этого такого теплого, чего-то, ну вот того, что там, с чем работали, там, стихи Бродского, там, и вот вся эта, значит, рождественская там поэзия, в частности, вот это было в центре внимания куратора, когда он делал эту выставку. И, собственно, в первом абзаце это написано вводного текста. И вот это целеполагание создавало другую выставку, вот не просто такую холодную, академическую, а наполненную каким-то чувством. И вот это соединение чувства, знания, свободы, и вот преодоление границ, вот это тоже, значит, создавало эту магию его работы. Ну, для тех, кто, опять же, мог это воспринимать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот еще, да, две выставки, посвященные манеризму Пармиджанина и малоизвестная у нас выставка римского стиля, она была в Эстонии, но каталог на трех языках, в том числе на русском. Не помню, есть ли он РГБ. Но если нет, то надо будет это попытаться исправить, может быть. И следующий слайд, пожалуйста. Да, ну, и следует сказать также о том, что помимо воплощенных выставок у Аркадия было невероятное количество невоплощенных выставок. Значит, какие-то из них дошли до там уже отбора и просто почему-то там по разным причинам не воплотились, какие-то существовали только на уровне названия и идеи, но и даже на уровне идеи они зачастую были интересны. Вот не состоялась выставка о русском сентиментализме вот вокруг этой бедной Лизы Кипренского, которая должна была быть организована. И уже по одной этой вещи, понятно, какая-то была бы офигительная выставка. Значит, очень жалко, что почему-то я вообще до конца не понимаю, почему не была сделана выставка про зеркало в Эрмитаже. Ну, про зеркало, естественно, не про зеркало, а про зеркало в культуре, вот вообще зеркальность, зеркало, зазеркалье, вот весь этот круг образов. Ну, мне было сделано выставка Тьепала, ну, это как раз вот этих музейных, скорее. Хотя там была идея Тьепала и европейской туркирии, и вот с этим контекстом. Была бы очень красивая. я на уровне и там у нас в отделении горячей лежит папка с отбором выставки маньяризма, но тоже не с отбором, конечно, а с какими-то ошметками каких-то чего-то. понятно, что выставка маньяризма, если бы ее сделал Аркадий, была бы совершенно великой, но вот не состоялась. Выставка про сон, которую я знаю только вот эти три слова, выставка про сон, но тоже я примерно понимаю, что это могло бы быть как рук образов. Я не слышал, но, вероятно, он думал о выставке про меланхолию и искусство, но во всяком случае, поскольку этот мотив проходит у него постоянно в текстах, явно это было в замыслах тоже почему-то не состоялось. И таких замыслах было много, и они все очень наполнены смыслом и действительно это очень интересно. И опять же, масштаб замыслов был очень велик. Следующий слайд я это хотел проиллюстрировать, конечно, вот это совершенно поражающее воображение идеи, что когда вот эти обмен Ватикан-Третьяковка замышлялся, была у него идея сделать обмен преображения Рафаэля и явления Христа народу Иванова. И это невозможно. Во-первых, потому что чтобы вывести явление Христа народу, нужно разобрать, кажется, пару стен в Старьковской галерее, а преображение Рафаэля тоже, я думаю, никуда никогда не ездит. Это главная вещь в Ватиканских музеев, одна из главных вещей в Риме и вообще. Но при этом смысл в этом был бы очень большой, потому что действительно это как бы две знаковые вещи Рима и Ватикана, в смысле Рима и Москвы, именно религиозные вещи. Преображение Рафаэля долгое время вообще было главной картиной, и, собственно, идея явления Христа народу возникла из преображения Рафаэля, Иванов в Риме долго жил и это известно, в общем, что эта вещь повлияла на него очень сильно, как и на всех художников классической традиции. И действительно, вот этот замысел, который даже как самоосуществление как бы ехало к нам, это преображение Рафаэля, это был бы такой визит и визит обратно Иванова обратно в Рим, где все это писалось. Это было бы даже на уровне самоперемещения физического предметов, это было бы какое-то действие. И понятно, что не существовало, потому что невозможно, но никто бы другой не мог бы о нем подумать просто. И не потому, что просто дайте нам преображение, потому что это хорошая картина, дайте, 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 а вот потому, что в этом есть некий действительно смысл диалога культур посредством обмена картин, а не просто музейного торга. И следующий статус, пожалуйста, еще важное свойство всей деятельности Аркадия и литературной, и выставочной в том, что она в результате складывается вообще в единый такой текст, что темы его выставок, его текстов, они связаны. И это рождает такое некое облако тегов, как вот здесь, или облако образов, которые, ну, конечно, вокруг его личности, из его личности как бы и проистекают, значит, но которые образуют некое целое. и вот там, где все совсем связано, да, и, значит, выставка о гравюре венецианского XVIII века связана с выставкой о Дягилеве и Венеции, да, и тут же там перетекает каким-то боком и в русское палладеанство, а палладеанство продолжается там в Пиранезе каким-то боком, да, и это все такой составляет мир, в котором ты можешь вот как бы путешествовать, да, что это не какие-то случайные вещи, а в конце концов они, вот если все это собрать вот сейчас, когда его жизнь, к сожалению, закончилась, но вот опять же, как сопоставление картин под четким руководством Аркадия рождает некий новый образ, так и сопоставление его работ в результате срождает вот этот образ, образ, который, конечно, с ним связан, конечно, он очень и в своих текстах очень субъективен, очень может там вставлять какие-то личные истории, и, конечно, это его взгляд на историю искусства, и там очень много личного, субъективного, и это не скрывается, и это, ну, как бы в его случае это нормально, но в этом некотором роде и ценность, и то, что вот он сам теперь стал вот тоже вот таким образом, да, соединяющим какие-то точки, какие-то другие образы в культуре, и далеко не каждый куратор, скажем так, способен вот создавать вокруг себя такой целый мир, который теперь остается с нами, ну, вот главным образом в публикациях и в том числе в каталогах, которые в его случае значат не меньше, чем его книги, хотя и куда менее читаемы, ну, вот, если вам не посчастливилось побывать на выставках, то призываю вас читать его каталоги, потому что они всегда более чем просто вот такие сухие музейные там перечисления каких-то технических данных, это всегда попытка выйти на большой разговор. Извините еще раз за сбивчивость и то, что все так затянул. Спасибо, спасибо за внимание. Благодарность, спасибо, Евспенство, может, есть какие-то вопросы, комментарии. Прекранитель Европейской Градюры нашей библиотеки и хочу сказать, что в моем компьютере есть два адреса Пантурма и Пиранези. Я участвовала в одной из выставок, я очень посчастливилась, в выставке посвященной Палладию, но до этого я встретилась с Аркадием как с библиотекарем. Мне не хватало, конечно, книг нашей публичной библиотеки, потому что вы справедливо сказали, что библиотека Эрмитажа была гораздо богаче. Да, я была читателем у Аркадия, и это было замечательно. Понимаете, когда библиотекарь приходит к библиотекарю, он все-таки немножечко знает какие-то нюансы, какие-то подводные течения, но я хочу сказать, что Аркадия бы не было, если бы не было его этой восьмилетней ссылки в библиотеку, хотя она была и не ссылкой, но все-таки вот огромное количество своих знаний он действительно взял из этих замечательных стен Фельденовского здания, в котором находилась Эрмитажная библиотека. Потом он, как сказал Василий, действительно пришел в отдел гравюр и я всего своего почтенного возраста конечно помню ту замечательную, дивную, совершенно фантастическую атмосферу отдела гравюр Эрмитажа 80-90-х годов. Мне посчастливилось участвовать в одной выставке, это была вот та самая универсальная выставка, композиционная, 500 лет открытия Эрмитажа. Вот когда мы первый раз кураторы отдела гравюр стали приглашать своих коллег из других отделов и создали совершенно интереснейшую выставку. Это было, к сожалению, это был 92-й год, каталог вышел, может быть, не таким роскошным, как мы мечтали, и выставка была, ну, к сожалению, субсидирована не очень широко, но это была выставка про приключения, и поэтому абсолютно все кураторы, мы тогда молодые, абсолютно кураторы и хранители гравюры, все участвовали вот в этом довольно интересном, ну, даже я бы сказала, три приключения не было, ну, пусть будет приключения. Ну, в силу того, что многие справочники находятся только в кабинете гравюр Эрмитажа, я довольно часто приходила в сами кулуары, общалась, конечно, с хранителями, и встреча с Аркадием это всегда очень знаково. Я хочу сказать, что у него были всегда еще и замечательные друзья, он сам их выбирал, это были друзья, которые были гораздо старше него, и, конечно, в первую очередь Чермиан Мезенцева, я не знаю, вы застали ее или нет. И это он всегда дружил с очень необычными людьми. Вот кроме Чермиан, ну, это огромная эпоха, огромный пласт в Эрмитажной жизни, конечно, это и Боб Зернов, который повлиял тоже на многих кураторов, на многих хранителей антилогравии, и еще одна из встреч, это зарубежный исследователь Ян Вандер Вальс, тоже фантастическая личность среди историков гравюры, с которым Аркадий сразу нашел общий абсолютный язык, и это было просто бесконечно интересно их слушать, будто просто развейся уши, слушал высочайших профессионалов. Эрмитажу очень повезло, что там служил Аркадий, Аркадию очень повезло, что он служил в Эрмитаже. Самый лучший вид, который существует из Эрмитажных окон, открывался из окна кабинета, где сидел Аркадий. Аркадий я очень надеюсь, что Эрмитаж все-таки сделает выставку маньеризма, о которой Аркадий мечтал 30 лет назад. Он говорил о ней, он даже какой-то план ее предполагал. вот это была его мечтовая мечта, я надеюсь, что она исполнится. Ну, кстати, да, спасибо, Георгиевна. Я его первую статью. можно сказать, что это не та выставка, о которой мечтал Аркадий, но поскольку у нас тоже, кстати, интересный пример, у нас недавно, когда в прошлом году на третьем этаже Зимнего дворца, там, где раньше были импрессионисты, а точнее салон французский, там, Барбизонс, вот в той части, открылись пять залов, так называемая галерея графики, специальное место, где мы показываем свои фонды, чтобы их чаще показывать, чем на временных выставках, только вот такое отдельное место для графики. И эта идея, она возникла очень давно, и вот галерея графика, как она воплотилась сейчас, Аркадий, в общем, уже почти не имел отношения, но когда это обсуждалось еще давно, он выступал с проектом, еще когда главный штаб только строился, значит, чтобы там было свободное графическое пространство, был там целый проект, что это тоже некие залы для выставления графики, но свободное, потому что там была и современная, и старая, и фотография, и гравюра, и вот такая как бы пластичная вещь. Мы это упростили в результате до чего-то более такого кондового, значит, и простого, просто потому, чтобы это было подъемно, трезво оценивая свои силы, по-моему говоря, но опять же, что, ну, зная об этом проекте вот свободное графическое пространство, но осознавая свою невозможность замахнуться на такие вещи, мы сознательно это упростили, но Аркадий был мысль всегда более масштабно. Так вот, в этом самом галерее графики мы еще сделаем выставки, и первые их мы сделаем максимально не концептуальными, как раз попирая все заветы, идем просто по хронологии значит и по школам, но вместе с тем это такая уникальная возможность показать последовательно хронологически историю гравюры рисунка от там 15-16 века ну и до наверное начала 19-го. И сейчас вот у нас там была старая Нидерланды, рисунок был сейчас старая гравюра, следующая будет старая Германия и потом вот осенью будет Италия 15-16 века вот как раз от там Монтеньи до маньеризма до 80-х годов 16 века и мы эту выставку посвятим памяти Аркадия она будет ну это вот такая выставка показ да то есть очень скромная в смысле концептуальном но там будет много вещей о которых он любил о которых он писал и мы наверное снабдим их выжимками из его текстов ну вот если он конкретно про эту вещь писал это как раз выпадет на годовщину смерти вот так что в октябре 15 октября она должна будет открыться вот анонсируем то есть эти экспозиции временные они временные да да дело в том что графику невозможно показывать постоянной экспозиции поскольку она здесь да от света выгорает но чтобы ее показывать не только на выставках которые бывают редко потому что выставки опять же уже после Аркадия делать выставки просто тупо значит и с маленькими каталогами уже как бы невозможно значит поэтому их делают редко ну потому что значит не все могут по три выставки в год делать ну в общем так или иначе получается что их делают редко а не так часто как хотелось бы поэтому вот такое специальное пространство где бы их можно делать чаще ну как бы с маленькими каталогами да без вот вот таких талмудов да значит проще но чаще да чтобы просто люди чаще видели эти вещи потому что вот выставка дюрера у нас была вот сейчас недавно а до того она была 50 лет до того к предыдущему юбилею дюрера раз 50 лет это все-таки для дюрера слишком редко я считаю в нашем городе вот а здесь это можно делать вот без такой помпы и без такой важности потому что ну каждая следующая выставка по идее должна быть следующим следующим шагом если это большая выставка а вот такие показы ну вот в формате вот примерно как вот здесь вот да тоже выставки это не так ответственно и можно чаще показывать свои фонды это правильно вот поэтому но там смысл в непрерывности что три выставки в год то есть выставка три с половиной месяца потом две недели пауза и следующая выставка я потом две недели паузу и опять следующая выставка то есть каждый раз когда вы приходите в зимний дворец вы можете подняться на третий этаж увидеть там что-то новое из наших графических фондов это вот в этом смысл да прежде всего поэтому надеюсь и чтобы просто выдержать этот марафонский забег мы пока себя упростили задачу потом когда эти хронологии кончатся все равно мы придем к каким-то уже там тематическим а потом глядишь и к концептуальным выставкам но чтобы с чего-то начинать раскачаться вот начинаем просто с истории искусства вот меня зовут Александр Степанов я преподаю в Академии художеств и на Смольном факультете университета прежде всего я хочу очень поздравить вас за столь обстоятельный рассказ по-моему не получился если бы вы не любили Аркадия так живо предстала вся его деятельность у меня ваш рассказ возглядел достаточно негромко я говорю такие ну вопросы что ли полуутверждения во-первых мне кажется что первичным импульсом в столь богатой кураторской деятельности была потрясающая способность к ассоциациям когда нам показывают ассоциативно объединенный ряд объектов но не рассказывают почему это объединено ассоциации выступают и работают как загадка и вот принцип загадки мне кажется очень важным в деятельности Аркадия Викторовича мне не кажется что эти загадки тексты извините Василий мне кажется что загадка предназначена для того чтобы тексты порождали те кто их разгадывает поскольку эти загадки не дают разгадок как какой-нибудь учебник по арифметике где в конце можем все-таки посмотреть правильно ты решил задачку или нет разгадки многозначны и они принадлежат каждому у каждого своя и это очень обогащает субъективность распитывает субъективность людей чрезвычайно важное качество суждения об искусстве если принцип ассоциации вернее материальное а какая-то ментальная как раз материальная база этих загадок было богатейшее ассоциативное поле то материализации как раз мне думается что Аркадий действовал по принципу инсталляции и вот это очень важно для того чтобы серия ассоциаций не растворилась в каком-то множестве где любые отгадки были бы равноблизки к истине потому что как инсталлятор Аркадий мне представляется действовал как художник он был художник мне кажется это очень важно а не просто ученый и не просто выдающийся художественный критик хотя конечно переход с истории искусства в область художественной критики как основолагающего установки очень заметен в его кураторской деятельности как художник он не мог делать не инсталляции а просто показывать какое-то собрание вещей по поводу которых можно было бы высказывать разные разгадки почему они здесь собраны вот то что Василий Михайлович называл последовательностью в движении от начала к концу это как раз проявление художественной воли и поэтому вот эта последовательность так ощутимая она в некотором роде подсказывает правильные разгадки тех загадок которые он задавал теперь Васю у меня вот к вам такой вопрос поскольку вы интенсивно с ним общались скажите пожалуйста говорил ли он когда-нибудь о своем отношении к книге Андре Мальро воображаемый музей нет это очень попутно что никогда хотя у меня сразу возникла такая простите за повторение этого слова ассоциация ну тем ценнее тем ценнее значит Андре Мальро мог родиться не только во Франции в 1947 году в качестве автора этой книги ну и кое-где еще и в не менее блестящем воплощении ну и последнее возможно это сильно увеличит время нашего присутствия здесь все-таки мне очень любопытно Василий скажите пожалуйста в какой выставке вы участвовали вместе с ним как с куратором и чем он вас поразил ведь наверняка вы были до этого с ним знакомы уже как-то вот но в роли сокуратора наступил момент когда вы выступили впервые чем он вас поразил интересно ну в роли сокуратора я был вот в Пиранезии но я тогда был очень мал и можно сказать он меня поразил в первую очередь тем что вообще меня привлек к этой выставке хотя я совершенно не нуждался в этом какая это была выставка вот это дворцы руины и темницы ну и в общем общался со мной абсолютно ну нет ну можно сказать что на равных да то есть там ну вся дистанция была понятна но в общем абсолютно ну вот там два текста наших да две статьи и совершенно как бы без какого-то такого нормального бы в этом патернализма какого-то вот а ну еще более конечно интересно была работа над Палладио в России поэтому я так может быть подробно на ней остановился ну вот и там конечно ну вот поразил тем о чем я примерно и рассказывал вот да этой ассоциативностью вот этим чувством и умением видеть образ за конкретикой я вот как раз тот человек и в этом смысле он для меня очень много дал что я как раз очень вот склонен сам по себе как-то вот в какие-то уходить там частности вот что-то вот и как раз рамки рамки мне очень нравится я очень за них все время пытаюсь зацепиться там стиль эпоха там даты жизни вот это что-нибудь что-то такое конкретное и ну при этом я понимаю что это неправильно но мне вот эта трясина она комфортна а он как бы так может поднимать трясину и более широкую панораму представить и в некотором роде это я и сам себя научился благодаря этому поднимать и понуждать себя смотреть шире ну вот это да ну это можно и как ассоциации описать или как вот ну вот широту зрения да такую как бы еще один вопрос простите пожалуйста рассматривал ли он каталоги к тем выставкам в которых он соединял классическое с ангаром как своего рода подсказки объяснял ли он что побуждало его именно такой ассоциативный ряд выставить или он каталогу сопровожавшего высылку такого типа относился просто как своего рода квалифицированную перечню работ с указаниями характеристиками нет я как раз это хотел говорить сказать что ну и говорил что каталог это никогда не перечень ну может быть когда-то и перечень но вот такие большие важные вещи там всегда вот последовательность конечно она значима и сопоставление очень важно что вот попадает значит там на что соседствует да где-то это очевидно где-то это ну то есть где-то важен разворот а где-то важна последовательность разворотов и вот то как линия в которой устраиваются эти образы нет конечно это при этом одному могло быть построено не так как на выставке потому что понятно что иначе но вот это такое было слово выстроить вот надо выстроить вот это выстроить оно в каталоге всегда очень важно особенно в таком сложном каталоге да где-где какое-то есть сопоставление в общем это тоже мне было очень важной школой что ну что это ну мне извините Александр Ильич мне загадка правильно мне слово не очень нравится загадка это какой-то немножко ребус загадка в таком как бы высшем смысле как бы энигма загадка без разгадки тогда да наверное вот поэтому я не уверен опять же поэтому не очень согласен с подсказкой подсказка которая предполагает как бы ну вот правильный единственный верный ответ да а значит ну я возвращаюсь в свою метафору с текстом но сформулированный выстроенный текст он ну как бы это ну как бы это формулирование новое формулирование той же идеи в другой форме да то есть она ну он прекрасно понимал что от выставки остается каталог и вместе с тем что каталог это не приложение к выставке а это отдельно это книга да вот которая должна быть выстроена и которая должна идею значит выставки вот ну уже в другом книжном формате представлять и поэтому это совершенно другое и при этом интересно тоже у него была такая поговорка что он заметил что люди на выставках любят читать тексты а в каталоге любят смотреть картинки вот что в общем справедливо значит а в этом это говорит о том в частности что вот картинки их порядок их там то как они выглядят в каталоге это очень важно да потому что вот это тоже текст не важнее чем словесно спасибо а еще Александр Алексеевич у меня на самом деле с выставкой вот связано неразрывно воспоминание о том как как раз это было в тот момент когда я у вас учился и вы нас отправили на эту выставку и потом устроили дискуссию значит о том что вот нужно делать какие выставки не нужно причем дискуссию такую полемичную я помню что я конечно говорю что нужно а вы я помню что у вас были какие-то контр значит аргументы я уже не помню какие но как раз то что вы говорили про субъективность суждений и про вообще ну вот необходимости иметь собственное суждение вот это была очень хорошая школа действительно такого собственного суждения я прямо вот эту лекцию ну семинар лекции да в общем запомнил очень хорошо знаете я сам тогда только начинал еще преподавать и сейчас я почувствовал себя посвободнее скорее в вашем духе спасибо спасибо да есть ну вот я помню опять же нет ну и есть их наверное несколько я помню что опять же когда в академии я учился у нас был семинар по критике и там надо было выбрать один текст какой-то любой современный и его значит вот как-то я выбрал текст Аркадия про классику про как бы идею классики и там был образ из Гёте взятый женщины которая несет пувшин или шар на голове ну вот я уже да уже в пересказе все теряется но там вот было очень ярко художественно очень короткий текст идея классики сформулирована я с Аркадием был очень незнаком в это время вот только этот текст прочитал он меня как-то очень впечатлил ну есть наверное еще какое-то количество но на самом деле вот ну поскольку я их много читал да значит то они у меня в некотором роде все сливаются в одно такой и они действительно являются одним текстом на самом деле в некотором роде или как бы вот я совершенно согласен Александр Александрович очень правильно сказал что художник в том дело что он был и художник и учен да то есть вот это опять же соединение этих и как бы что и граница не ясна где вот она там проходит на самом деле опять же нет границ значит и вот как у художника вот ты говоришь там Рембрандт и у тебя сразу ну как бы весь Рембрандт встает вот у Ипполитова в общем то же самое там можно сказать что вот мне особенно нравится какая ваша любимая картина да вот это вот но в принципе значит это не имеет такого уж большого смысла потому что вот в целом вот весь этот текст состоящий из выставок текстов там в принципе шуточек и внешнего образа тоже но даже если ограничиться продуктами вот такими вот он он ценен как целое ну да может быть я даже его ранние статьи вот которые в сборниках всяких я уже там в какой-то момент я не следил там много стало этих сборников разных он нарезал ну вот вчера сегодня никогда но то что для коммерсанта писал я так понимаю вот они мне даже более ценны чем даже эти поздние большие тексты там Венеция Ломбардия вот ранние они были ну они еще были концентрированные потому что вот это тоже ну просто сегодня про выставки а если говорить про тексты вот для него очень важная была эта школа писания в коммерсант то есть короткий текст да ну еще ограниченный по знакам и по времени очевидно и вот емкость изложения и вот эта школа такого письма она его просто выучила это видно значит что как он выписался таким образом и ну вот и те тексты они как-то мне даже более вот по такому концентрированности они мне больше нравятся чем поздно